Ну тогда начнём. Я буду читать сидя, потому что если я буду бегать, я буду заслонять экран. Будет неудобно. Меня зовут Марк Дрэнштейн. Наша сегодняшняя лекция по Википедии. Как мне объяснили, вы будете в качестве учебных заданий писать в Википедию статьи. Я расскажу вам об этом проекте, поскольку те люди, которые раньше в него статьи не писали, и серьёзно не участвовали, и мало что о нём знают, и очень часто сталкиваются с трудностями, когда хотят не просто что-то там прочесть, а что-то туда написать. Дело в том, что уровень требований к редакторам непрерывно растёт. Требований к качеству статьям, в первую очередь, ну и, соответственно, к редакторам. Усложняются правила, усложняются всякие нюансы. И новичку становится сложно сходу прийти и что-то сделать в Википедии так, чтобы не наткнуться на какие-то проблемы. Поэтому я, поскольку у меня опыт 4 года, очень активное участие в проекции, я рассказываю людям, что это такое, как этим пользоваться, отвечаю на вопросы. Я знаю не только как писать статьи, но и как взаимодействовать внутри проекта с другими участниками. В этом смысле опыт у меня достаточно большой. В Беларуси, наверное, самый большой. И ещё одна ремарочка, значит, на самом деле, ну, я думаю, вы знаете, что в Википедии есть разделы на разных языках. На русском, на белорусском, на английском, там больше на 200 языках. И эти разделы по своим правилам, они в целом все примерно схожи, но есть некоторые нюансы. И отличия, я о них буду вот там, где это важно, я буду говорить, потому что я работаю в основном в русском разделе. И то, что я буду рассказывать, касается на 100% русского раздела. Там, где будет отличие от разделов белорусских, которых у нас два, на Тарашкевице и на нормативном написании, значит, я буду отмечать, что в белорусском разделе могут быть какие-то свои нюансы, важные для вас. Белорусская латинка в Википедии пока нет. Если она существует, то только в визе инкубатора, как отдельного раздела нет пока. Нет, нет, нет. И даже, по-моему, в инкубаторе нет. Есть только два, то есть Тарашкевиса и Наркомовка. На латинке нет, и я, честно говоря, не думаю, что он появится, то есть маловероятно. Ну, число носителей языка должно быть достаточно велико, чтобы развить раздел, да, и выход такого потенциального раздела из инкубатора, то есть, ну, из проектного состояния, если даже кто-то и создаст, мне кажется, довольно маловероятно. Ну, может быть, когда-то что-то и получится, но пока. Значит, итак, Википедия, революция в образовании. Представьте себе мир, в котором каждый человек обладает свободным доступом ко всем накопленным человеческим знаниями. Мы создаем такой мир. Это девиз Джимми Волса, создателя проекта Википедия. Основная идея этого проекта – добровольный обмен знаниями. Добровольный обмен знаниями увеличивает выигрыш всех, и при этом не проигрывает никто, да? То есть, если мы обмениваемся материальными ресурсами, у меня есть яблоко, у меня есть яблоко, обменялись у каждого по яблоку. Если у каждого из нас по идее, обменялись у каждого из нас по две идеи. Поэтому добровольный, бесплатный обмен знаниями между людьми – основа, так сказать, возможностей улучшения нашей жизни. Вот, собственно говоря, для этого был и создан этот проект. Значит, дальше немножко о технических революциях. Если нам понадобилось узнать, что такое теория струн, услышали термин, хотим узнать, что это такое. Идем в ближайшую библиотеку. Открываем Большую советскую энциклопедию. Увы, там ничего на эту тему нет. Открываем словарь по естественным наукам. Последнее издание. Там ничего на эту тему нет. Набираем словосочетание в гугле. И первой же ссылкой нам выпадает статья в русскоязычной Википедии, если мы набираем это по-русски. Теория струн. Направление математической логики, изучающая динамику. То есть, сразу понимаем, о чем идет речь. Надо нам это или не надо. Общее представление и масса всяких деталей. Википедия это свободная, общедоступная, многоязычная, универсальная интернет-энциклопедия. Вот в этом определении очень важно каждое слово. Мы об этом подробнее поговорим. Название от слов Вики и энциклопедия. Вики это технология создания сайтов. Фактически это из программирования пришло. То есть, автор программы движка Википедии, когда был на Гавайях, он увидел там автобусы, которые назывались на местном наречии Вики-Вики быстро-быстро. И свою технологию вот эту он назвал Вики быстро. На данный момент в Википедии более 20 миллионов статей. Это если брать на всех языках все разделы. В русском разделе сейчас 857 тысяч статей. В белорусских разделах, значит, нормативки 42 тысячи. В Таркевице 46 тысяч. Все эти статьи написаны добровольцами со всего мира. Не имеет значения, где человек живет. Не имеет значения его гражданство, страна, образование, возраст, профессия. Не имеет никакого значения. Важно только одно, что он хочет писать энциклопедию. И статьи эти все, которые пишутся кем угодно, они могут быть опять же изменены кем угодно. Ну и сразу возникает вопрос, как это вообще может работать? Вы все, я думаю, смотрели мультфильм про Простоквашина, где дядя Федор писал письмо. Значит, там отвлекся, за него написал Шарик, потом Матроскин. И по очереди, значит, у них получилось письмо, которое родители дяди Федора понять не смогли, потому что оно было подписано «Ваш сын, дядя Шарик». Как может, когда люди пишут энциклопедию абсолютно разную, живущую где угодно, никем не координируемую, без начальства, без какой-либо оплаты. То есть, кто хочет, делает что хочет, и у них получается энциклопедия, а не «Ваш сын, дядя Шарик». Вот, собственно говоря, об этом мы и поговорим. Как получается энциклопедия в такой системе? Как это работает? На самом деле, говорят, что 10 тысяч обезьян, посаженных за пишущие машинки, не могут написать «Войной мир», а один Лев Толстой может написать «Войной мир». Так вот, Википедия опровергла это представление, и выяснилось, что 10 тысяч обезьян, посаженных за компьютеры, в общем, могут написать энциклопедию. Но для этого нужны исходные некие принципы, на которые их труд будет опираться, иначе они действительно напишут письмо «Ваш сын, дядя Шарик». Значит, эти принципы в Википедии получили название «Пять столпов». Они действуют, в общем-то, для всех языковых разделов. Разница незначительная. То есть, на самом деле, она скорее в нюансах перевода, чем в смысловых подходах. То есть, смысловой подход общий. Опять же, я говорю, я сейчас буду давать текст по русскому разделу. В белорусских разделах действуют схожие подходы по смыслу. Могут быть какие-то очень нюансы чисто текстовые. Смысл тот же самый. Первый принцип Википедии – это энциклопедия, а не что-либо другое. Второй принцип. Википедия придерживается нейтральной точки зрения. Третий принцип. Материалы Википедии являются свободными для использования. Четвертый. В Википедии существует свод правил поведения для участников. И пятый. Википедия не имеет строгих правил. Значит, сейчас мы поговорим подробнее обо всех этих пяти принципах. Я знаю, что пятый принцип всегда вызывает большой смех и улыбки. Мы поговорим о всех них, потому что все они очень важны. Это базовая основа существования этого проекта. Если изменить любой из этих принципов, убрать или как-то поменять на что-то другое, противоположное, это будет уже не Википедия. И такие проекты существуют, у которых действуют не вот эти пять столпов, а какие-то другие принципы, они тоже есть. И я о них очень кратенько скажу, но, естественно, подробнее мы будем говорить именно о Википедии. Википедия — это энциклопедия. Вот здесь текст первого столпа в изложении в русском разделе. Значит, Википедия — это энциклопедия, включающая в себя элементы общих и специальных энциклопедий, ежегодников и географических справочников. При работе над каждой энциклопедической статьей следует стремиться к максимальной точности и проверяемости. Сведения, вызывающие сомнения и неподтвержденные ссылками, могут быть удалены. Поэтому не забывайте указывать источники вашей информации. Википедия — не место для изложения ваших личных мнений, личного опыта и личных доводов. Оригинальные идеи, толкования, результаты самостоятельно проведенных исследований невозможно проверить, поэтому они здесь неуместны. Википедия — не импровизированная трибуна, не место для рекламы, повышения собственной значимости, не эксперимент в области анархии или демократии, не беспорядочная свалка информации, не каталог ссылок. Это не газета и не сборник исходных документов. Для этой информации существуют братские проекты фонда Википедии. Я выделил здесь самые важные термины жирным шрифтом, но тем не менее смысл этого первого столпа состоит вот в чем. Мы все время сталкиваемся с вопросом, что должно быть в энциклопедии, а чего там быть не должно. Мы не смогли определить энциклопедию через дефиницию, и поэтому мы определяем ее через то, чем она не является. И каждый раз, когда мы смотрим на какую-то информацию в Википедии и говорим, это тут уместно или это тут неуместно, мы исходим вот из этого первого столпа. Существует куча правил дополнительных, раскрывающих этот первый стол, но общий смысл находится здесь. Это не сборник новостей, это не место для проведения публикации оригинальных исследований, это не научный журнал, не трибуна, не реклама и так далее, и так далее. Не сборник исходных документов. То есть, скажем, в Википедию нельзя в виде статьи поместить, скажем, текст закона, этому не место в энциклопедии. В энциклопедии любой предмет следует описывать. Предмет должен быть энциклопедически значен. Это тоже вытекает из первого столпа. Что это энциклопедия, значит, она описывает не вообще все на свете, а только то, что годится для энциклопедии. А что годится для энциклопедии? То, что признано, то, что уже прошло апробацию временем, проверено, где-то ранее опубликовано. Это очень важный аспект. В Википедию не включаются сведения, которые ранее не были опубликованы. Истинные, они ложные, они правильные, они неправильные, популярные, непопулярные, интересные, неинтересные, это не важно. Важно, что они обязательно ранее должны быть опубликованы. Если они не опубликованы, они для Википедии не существуют. Любая информация, которая включается в Википедию, может быть поставлена под сомнение. Возможно, если вы читали статьи, вы видели запрос источника. Нет источника у данного факта, у данного тезиса, у данного мнения, у какой-то информации. Это означает, что кто-то из участников заметил, что не стоит сноска на источник публикации, поставил такой запрос. Если долгое время нет указания источника, где это опубликовано, эта информация может быть удалена любым участникам. Это, собственно говоря, тот самый принцип проверяемости. Любая информация... Да, пожалуйста. А сколько сейчас тягнести с того часу, когда поставили посылку на отсутствие границы и... Обычно считается две недели нормальным сроком для приведения источника. То есть до прошествия двух недель считается удалять информацию некорректным, ну, если она только не выглядит как полная чушь, да? Если это, ну, вроде нормальная, но источника нет, да? Если это полная чушь, ее можно удалить сразу, сказать, давайте сразу с источником, она не будет тут висеть, потому что это бред. Обычная информация, значит, ставится запрос источника, через две недели можно удалять. Иногда они удаляют гораздо дольше, потому что информация вроде бы важная, и, может быть, источник найдется. Но указание висит, что пока источника нет, она не подтверждена публикацией. Потому что сейчас у нас строка, что там не подтверждено 3560 миллионов. Бывает ли такое? Бывает ли такое? Да. Но это, вот я, например, там, бывает, если я такое вижу, я просто удаляю из статьи. Другое дело, что не до всех статей доходят у всех русских. Вот. То есть это очень важный момент. Причем я прошу вас обратить внимание на разницу между истинностью и проверяемостью. Википедия не борется за истину. Это не место, где нужно искать истину. В Википедию могут быть включены даже ложные сведения. Если они где-то опубликованы и указано. Такая-то информация опубликована таким-то источником. Вопрос истины или лжи в Википедии не рассматривается. Это энциклопедия. Вопрос истинности той или иной информации рассматривается в научных источниках, в научных исследованиях, в научных журналах и так далее. Вот там следует выяснять, что есть истина, а что есть ложь. В Википедии, да? На какие краницы можно попираться? О, это у нас будет отдельный вопрос. Значит, по опоре на источники. В Википедии есть правило об авторитетных источниках. И есть понятие, как распределяется авторитетность. То есть, бывают более авторитетные, менее авторитетные и совсем не авторитетные. Значит, Википедия придерживается нейтральной точки зрения. Второй столб. Это означает, что при наличии различных мнений в статьях Википедии не должно отдаваться предпочтение какому-либо из них. Излагая в статье несколько разных точек зрения, следует действовать как можно более аккуратно, сопровождая каждую из них необходимым контекстом. Не следует представлять то или иное суждение как единственно верное или как истину в последней инстанции. Соблюдение НТЗ, в нейтральной точке зрения, означает необходимость предоставления ссылок на проверяемые авторитетные источники везде, где это возможно, и особенно при работе над спорными темами. В случае возникновения конфликта по поводу нейтральности изложения, следует временно приостановить правку статьи для того, чтобы успокоить страсти, пометить статью соответствующим шаблоном и попытаться обсудить детали на странице обсуждения, следуя руководству по разрешению конфликтов. Вот здесь мы во втором столбе встречаем, во-первых, понятие нейтральной точки зрения расшифровывается, что это значит, и понятие авторитетных источников. Значит, пример. Бог есть. Это нейтральная тезис? Или нет? Нет. Бога нет? Тоже не нейтральная. Как сказать нейтральную? Ясная версия, что Бог есть. Верующие считают, что Бог есть, запятая, а атеисты считают, что Бога нет. Точка с ноской. На какие-то там источники. Ну, на самом деле, в данном случае источников можно не приводить, потому что это общеизвестная информация. На общеизвестную информацию, которая известна каждому человеку, там, не знаю, со школьным образованием, да, или там на уровне шестого-седьмого класса, можно на такую информацию источники не ставить, на общеизвестные факты. Любая информация, которая может быть поставлена под сомнение, должна иметь сноску на авторитетные источники, проверяемые. Проверяемые, значит, опубликованные ранее. Авторитетные. Что это значит? Для энциклопедии наиболее авторитетными источниками считаются реферируемые научные журналы, рецензируемые научные журналы. То есть статья в уважаемом рецензируемом научном журнале с высоким импакт-фактором, написанная ученым, доктором наук, академиком и так далее, считается наиболее приемлемым источником. Но это не означает, что если у вас нет для данного тезиса статьи в рецензированном журнале, то эту информацию нельзя поместить в Википедж. Можно, потому что кроме статьи в рецензируемых журналах мы можем использовать другие, менее авторитетные источники. Это могут быть какие-то публикации в периодике. Это могут быть мнения экспертов, потому что не по всякому вопросу всегда существует опубликованное мнение именно научного характера. Например, если мы пишем о каком-то известном фильме, о котором опубликовано 5-6 рецензий, то это вовсе не значит, что авторы этих рецензий должны быть обязательно докторами искусствоведения. Это могут быть просто эксперты, киноведы, известные, уважаемые в своей среде. Авторитетным источником в Википедии считаются те, которых другие авторитетные источники признают за авторитетные. Вот так. Если на этого эксперта ссылаются ученые в этой сфере и в этой среде, значит он тоже считается за авторитетный источник. Поэтому мы всегда, когда мы обсуждаем вопрос об авторитетности, мы всегда ищем цепочку взаимных ссылок, доходя до тех, кого понятно, что все считают авторитетными. И если такая цепочка выстраивается, значит источник авторитетный. Если он пишет в уважаемых журналах, он ссылается на тех, значит на него ссылается 5 человек. Мы можем посмотреть такие вещи, например, по Google Академии. Есть такой сервис, где публикуются научные работы и там есть цитирование. Есть специальные библиотеки, например, eLibrary.ru, научная библиотека. Там есть индексы цитирования журналов и так далее. То есть такие вещи в общем-то в целом понятно, как определять, но всегда в спорных темах очень острые споры об авторитетности источников. Какой более авторитетен, какой менее авторитетен, а какой вовсе по данному вопросу не авторитет, потому что он там публицист, он не нейтрален, он пропагандист и так далее. То есть всегда идут очень большие споры об авторитетности источников. Это один из самых конфликтных вопросов, потому что его нельзя, вот это важно понять, нельзя решить вопрос об авторитетности источников раз и навсегда для всех случаях. Авторитетность всегда контекстуально зависима. Для одного тезиса этот источник авторитетен. Вы чуть-чуть поменяли тезис, и он уже для этого не авторитетен, потому что это не его специфика. Или он так не высказывался, а высказывался как-то иначе, и им этот тезис подтвердить уже нельзя. У него совсем другая мысль, по-другому изложенная, понимаете. Поэтому всегда есть, ну там, если вы придете в Википедию, я смогу вам показать просто модельные дискуссии, когда вокруг буквально двух фраз коротких, да, целая страница обсуждения, около десятка источников, да, и вот долго обсуждали, как это правильно сказать и чем это должно быть подтверждено. То есть там три дня, по-моему, это обсуждалось, для того, чтобы вывести вот эти две фразы короткие. То есть в очень спорных вопросах бывают большие дискуссии, большие проблемы по выстраиванию участников Википедии. То есть это вот те, кому это интересно, да, то есть те, кто желает участвовать в этом обсуждении. Сейчас это в третьем столпе у нас будет. Значит, здесь указано, что в случае возникновения конфликта, вот я хочу закончить этот момент, следует временно приостановить правку статьи, пометить статью шаблоном и попытаться обсудить детали на странице обсуждения, следуя руководству по разрешению конфликта. Википедия строится таким образом, что все содержание определяется так называемым консенсусом участников. Это означает, что если никто не возражает против содержания статьи, то оно там будет находиться. Если возникли у кого-то возражения, он может поменять это содержание. Если кто-то возражает противоправки, он может отменить эту правку. Дальше это называется конфликт. Этот конфликт следует разрешать в соответствии с правилами и в соответствии с принципом консенсус. Что это означает? Это значит, что необходимо приостановить правку статьи. Неважно в каком состоянии она сейчас находится. Даже если там написана полная глупость, туда нужно поставить шаблон. Шаблон сомнения в нейтральности или шаблон проверить факты. То есть предупреждающий шаблон для читателя. Что здесь есть проблема. Мы ее сейчас обсуждаем. Эта статья не завершена. В ней проблема. И дальше конфликтующие участники должны перейти на страницу обсуждения статьи. У каждой статьи есть так называемая страница обсуждения. Ну, там, вкладочка обсуждения сверху. И там обсуждать свои разногласия с опорой на те принципы, которые мы только что обсудили. Проверяемость, нейтральность, авторитетность источников. То есть они должны предлагать формулировки, обосновывать их и договариваться. Пока участники не договорились по конфликтному вопросу, правки в статье продолжать нельзя. Ну, в данном, например, разделе, в данном вопросе. Да, в каких-то других, где нет конфликта, можно. Этот вопрос править нельзя. Пока не договорились. Участников может быть двое, может быть пятеро, может быть десять. Сколько угодно. А как бы страница просто с психической формой? Отдельно. Четвертый столб, я расскажу. Значит, пока я говорю о нормальных людях. Пока я говорю о нормальных людях. То есть нормальные участники, которые руководствуются добрыми намерениями, которые хотят улучшить Википедию, но у которых есть разногласия. Надо понимать, Википедию редактируют абсолютно разные люди. Абсолютно. От школьников до профессоров. Живущие в разных странах. Имеющих разное образование. Обладающих совершенно разными политическими взглядами. Взглядами на жизнь и на все остальное. То есть спор может возникнуть по любому вопросу. Может возникнуть спор о вымышленных мирах. То есть об элементах идут гигантские споры об отражении в Википедии каких-то покемонов, каких-то там героев вымышленных миров. То есть не то что от политических каких-то вот там или экономических нюансов реальной жизни, а каких-то совершенно вот ну с моей точки зрения ерундия какой-то. Но для них это не ерунда. Для них это важно. Оно так должно быть отражено или это. И они об этом спорят годами. И в каждой статье возникают какие-то вопросы. Они находят в итоге какой-то консенсус. И этот консенсус закрепляется в виде текста статьи. Приходят новые люди. У них свои вопросы возникают. И этот процесс бесконечен. Правила направлены на то, наши пять столбиков, чтобы ухудшения отбрасывались, а улучшения закреплялись и оставались. То есть если участник приходит и вводит какую-то идею, которая улучшает статью и он способен обосновать, это будет внесено. Если не способен обосновать, значит этого не будет. То есть он должен договориться с другими заинтересованными участниками. С опорой на правила. Чем лучше он обосновывает правилами свою точку зрения, тем больше шансов, что его мнение по тому, как это должно быть отражено, попадет в статью. Руководство по разрешению конфликтов описывает, как нужно достигать консенсуса в статье. Все содержание в Википедии основывается на принципе достижения консенсуса между участниками. Третий столб. Материалы Википедии являются свободными для использования, при этом любой может вносить в них изменения. Весь текст Википедии доступен под лицензией CCBYSA, Creative Commons Attribution Share-like лицензия версия 3.0. Большая часть доступна также под лицензией GF9. Тексты могут распространяться соответственно этим лицензиям. Я на самом деле в юридических вопросах мало чего смыслу, но принцип такой. Все, что находится в Википедии, не должно быть плагиатом, не должно нарушать авторские права. То есть этот текст должен быть пересказом источников. Все статьи Википедии в идеале должны являться обобщением и пересказом авторитетных источников по теме данной статьи. Если в статье Википедии обнаруживается текст, скопированный, из другого источника, то немедленно ставится вопрос о свободе лицензии для данного текста. Бывают тексты, которые свободны, то есть, скажем, на которые стекли авторские права, или которые автор предоставил под свободные лицензии до этого. Если возникает сомнение, если нет доказательства, что данный текст предоставлен под свободные лицензии, либо на него нет защиты авторских прав, он должен быть немедленно удален. Это очень серьезный вопрос, поскольку юридические потенциальные претензии к владельцу Википедии, это фонд Вики-Медиа, который финансирует этот проект, могут поставить под угрозу существование проекта. Поэтому к авторским правам Википедия относится очень серьезно. При нахождении информации, нарушающей авторские права, она немедленно из Википедии выделяется. То есть получается, что мы берем какую-то цитату и мы ее пересказываем? Цитаты можно, цитата, цитирование не нарушает, она должна стоять в кавычках и указан автором. А, извините, полстраницы процитировать нельзя, это нарушает авторские права. То есть цитата должна быть уместной, короткой, в контексте и так далее. Какой объем цитаты? Значит, на самом деле ни один закон об авторском праве, ни американский, ни российский, ни белорусский, ни один закон в мире не оговаривает точной длины цитаты, которая не нарушает авторские права, а свыше этой буквы уже нарушает. Это, как это сказать, это вопрос судебной оценки. Да, этот вопрос всегда решается в суде. Длины цитаты нету, не существует, поверьте. Вот с этим вопросом я разбирался, потому что я писал в русском разделе правила цитирования. Я его автор этого правила. Поэтому с этим вопросом я разобрался. Ни один закон не оговаривает длины цитаты. Вопрос уместности. И вот именно то правило, которое я написал, оно говорит о том, что цитаты нужно по возможности сокращать. Цитата должна быть только в том случае, если без нее невозможно, то есть, грубо говоря, отсутствие цитаты искажает смысл. То есть невозможен пересказ. Ну, такой, чтобы смысл не исказился. Тогда нужно цитировать. Или когда нужно отразить авторский стиль специфичный. Например, литературный стиль или еще что-то. То есть вот тогда можно цитировать. Но цитаты, ну, по нашему общему подходу, значит, предел поставлен в 30% от размера одного раздела. Раздела. Да. Это правило, которое я написал. Как вы сказали, 37%? До 30% одного раздела. Ну, а 70% должен быть текст пересказов. Да. Пересказ. То есть статья 30%. Не более 30% цитат. Да. Но это не более, это не значит, что нужно обязательно набивать ее цитатами, это 30%. Но верите, я читал много научных статей, в которых вообще нет цитат. И это совершенно нормальное явление. Или в которых такой мизер, там одна-две буквально там на большую статью на 20-30 страниц текста. То есть цитаты являются злом. Вот это надо понимать. Цитаты злом в научном материале. В энциклопедии следует предмет описывать, а не воспроизводить. То есть цитата только в том случае, если без нее обойтись нельзя. Вот тогда цитата. Если можно обойтись, значит, передказывайте. Да. То есть если вы пишете там падающего толкни, понятно, это надо процитировать, а не пересказать, что падающего следует толкнуть. Да. А если что-то другое, то лучше пересказать. Значит, еще раз обращаю внимание, значит, нельзя размещать материалы, нарушающие авторское право. То есть нельзя взять страницу текста из источника, перенести ее всю в Википедию. Это самое массовое нарушение, которое делают новички. Они не понимают, хотя у них под окном редактирования. Красным шрифтом написано, не копируйте сюда материалы. 80% анонимных участников, которые не зарегистрированы, приходят как анонимы. Скопировал где-то в интернете, вставил статью, нажал кнопку записать и считает, что он внес полезный вклад в энциклопедию. Он внес вредный вклад в энциклопедию, эта правка должна откачана быть. Ее выбран этот текст. Он создает только проблемы. Это касается только Википедии. Или это всего интернета? Нет. Правила Википедии касаются только Википедии. Про весь интернет мы не говорим. В другом месте может быть что угодно. И Википедия не может регулировать весь интернет. Это касается только Википедии. В Википедию саму нельзя копировать материалы, нарушающие авторское право. Ни тексты, ни изображения, ничего такого. Для изображений есть одно небольшое послабление. Оно связано с тем, что в законодательстве существует небольшая лазеечка и в американском, и в российском, и во многих других. Так называемый fire use, обоснованное использование защищенного материала для образовательных целей, в ограниченных размерах, не нарушающих интересы права обладателя. Короче, ты-ты-ты-ты-ты, там целая куча нюансов. Есть специальное правило в русском разделе, оно называется, критерий добросовестного использования. Это применяется к изображениям, фотографиям, рисункам и т.д. К текстам это цитирование. Из других википедийных артикулов картинки можно копировать? Да. Есть раздел, называется «Викисклад», там находятся свободные изображения, которые могут вставиться в любую структу в Википедии. Вот, например, коли мы робим по белорусскому артикулу, и, например, у ангельским артикуле на эту штему, есть удобные картинки, которые нам подойдут. Мы их можем тогда собирать? Да. Единственный нюанс – нужно посмотреть, где находится само изображение. Если оно находится на викискладе, то вы просто копируете название, и тут же картинка отобразится. Файл двоеточие название, она отобразится в русской википедии. Если она находится не на викискладе, а загружена в саму английскую википедию, она не отобразится. И тогда нужно посмотреть. Ее нужно выгрузить из английской википедии к себе на компьютер и загрузить в русскую википедию. Или на викисклад, если она свободная. Но там надо разбираться тогда с лицензией. Это очень серьезный вопрос, и для новичков я бы категорически не рекомендовал заниматься такими вещами. Лучше всегда советоваться с более опытными участниками, потому что то, что стоит на викискладе, то ставьте совершенно свободно, без вопросов. Из других разделов, если она не на викискладе, отображается в английском разделе, а туда загружена, перегружать в русскую посоветуйтесь на форуме авторского права по лицензии данного изображения. Можно его использовать или нет? Да, просто спросите. Любого опытного участника вам подскажут. Азуси Хэншик принес вовле картинки копировать? Ни в коем случае. Нет, оно не отобразится в статье. То есть его нужно сначала либо в википедию загрузить, либо на викисклад. Понимаете? Только тогда оно будет отображаться в статье. А на викисклад можно загрузить по домове с этими узельниками? Ты загрузил, да? На викисклад можно загружать только то, что свободно, под свободной лицензией. Fair Use, про который я говорил, допускается небольшое использование защищенных некоторых, в отдельных случаях запускается защищенных картинок. Это грузится в саму википедию, в сам раздел. Языковой, в белорусский, в русский и так далее. А на викисклад только свободная. Вот там никаких послаблений нет. На самом викискладе. А это зависит от закона об авторском праве. Если со дня смерти фотографа прошло 70 лет, да, не будет. Если вам неизвестно точно и доподлинно, вы не можете доказать, что со дня смерти фотографа прошло 70 лет, либо что он предоставил это под свободной лицензией, значит это по умолчанию считается защищенным авторским правом. И грузиться на викисклад не должно ни при каких обстоятельствах, а в википедии может использоваться только согласно критериям добросовестного использования. В русском разделе это точно есть. В белорусском я, к сожалению, не помню, но, по-моему, тоже есть в нормативке. И второжкевицы оговорены, они просто обязаны были это сделать, потому что иначе, думаю, фонд википедии бы их там не выпустил, что называется, в свободное плавание. Должны быть оговорены правила использования защищенных изображений. То есть вот критерии добросовестного использования должны быть в каждом разделе. Они могут отличаться. Я не могу сказать точно, как в белорусском разделе, по-русским, например, я могу сказать, что фото умершего человека можно поставить в статью о нем, даже если оно защищенное. Но только одно, нельзя ставить 2, 3, 4, 5, 10, только одну фотографию. И должно быть точно понятно, что в ближайшее время, обычно считается несколько месяцев, нет шансов получить свободную фотографию. То есть в ближайшие 3 месяца это или какое-то другое фото не станет свободной. Нет такой информации, нет таких шансов. Тогда можно ставить защищенное фото. Указывается специально шаблон как фрюс, то есть защищенное. И по критериям добросовестного использования статьи свободной, что на человеке такое можно делать. То есть это просто пример, на самом деле, кроме статьи о людях, есть же огромное количество статей о любых предметах, например, о компьютерных играх, можно поставить один скриншот компьютерной игры. Он не свободен, но по критериям добросовестного использования его можно ставить. А музейные материалы? А? Музейные, вот когда у нас устарожит на свет, там, например, такие-либо с британского музея. Значит, на них, скорее всего, на сами, то есть сами объекты, скорее всего, если это музейные, то на них истекли уже авторские права. То есть там 70 лет со дня смерти автора. Но есть смежные права. Это права фотографа. То есть человек, который сфотографировал этот объект. Если он предоставляет под свободной лицензией свою фотографию, а на сам объект истекли авторские права, свободно грузите на веки склад. Если фотограф не дал... Значит, я сама нафотографовала у британского музея, я спокойно их ставлю. Да, совершенно верно. А когда я беру честь фотосдемки? Тогда надо от этого человека разрешение на свободное лицензии. И если он такого разрешения не дал, то по умолчанию считается защищенным. Как я на аукционе набываю старые фотосдемки в оси. Существующие сусветные войны. Там есть... В разных странах там есть свои нюансы. Дело в том, что вот тут начинаются всякие юридические тонкости, которые мы здесь все не рассмотрим. Я могу сказать следующее, что, во-первых, значит, по требованиям фонда Вики-Медиа фотография должна быть свободной как по законам США и одновременно по законам страны происхождения. То есть, если она по одной из не проходит, значит, она не свободна. А, соответственно, это значит, надо закон об авторском праве США смотреть и закон об авторском праве той страны, где сделана фотография. То есть, вот тут сразу два аспекта возникает. Так что я не могу сказать. Я не намалял вас тапку. Картина я могу. Это уже целиком мои права на эту картину? Нет. Нет. Если вы купили книжку, это не значит, что у вас есть на нее авторские права. Авторские права художника я купил. Да. Вы купили только материальные ресурсы. Авторских прав на картину у вас нет. Авторские права приобретаются отдельно от предметов. Если художник вам не предоставил авторские права, то они считаются непереданными. Они принадлежат ему. А как же с моими изображениями? То есть, что получается с художниками за моими изображениями? Кто может транслироваться? Авторские права на распространение. Нет. Калимастак дозволил мне. Вот я поспытал. Можно я вошел в Ялу? Нет. Тут есть форма юридическая. И то им может подписать можно? Если он написал письмо электронное в Wikimedia. Стандартная форма. Разрешаю использовать мое произведение под свободные лицензии. Я понимаю, что я отказываюсь от всех прав на это. Есть формочка. Ну, правда. А когда, например, в подобной ситуации, когда Мастак выкладывает свои фото, вот в блог, например, не Кассандра, все-таки белорусская Масташка, и она выкладывает себе картины на будущий продаж. Если в блоге написано, я отказываюсь от авторских прав и предоставляю все это под лицензией совместимой CC BYSA. Если в блоге это написано, под этими фотографиями. Понимаете? В общем, каждое произведение отдельно, либо должно быть написано. Все, что есть в этом блоге, берите под свободные лицензии, кто хочет. Либо вот эту можно, а эту нельзя. Али треба минавито, как автор написал это у в кипеке, да? А как я записываю? Нет, по блогу своим. Он может написать у себя в блоге. Этого достаточно, если это проверяемо. То есть вы, когда загружаете фотографию на вики-склад, вы должны сослаться на разрешение, обоснование, почему это свободная лицензия. Вы ссылаетесь на блог, где написано. Любой проверяющий из вики-склада смотрит, написано под свободные, вопросов нет. Все. Часто делают так, фотографии, на самом деле, многие там не любят возиться с формами загрузки на вики-склад, хотя она сейчас уже совсем простая стала. Загружают, есть масса всяких фотосервисов, например, фликер. Грузят на фликер, там есть возможность установить свободную лицензию. Стоит на фликере свободная лицензия, все перегружаем на вики-склад без всяких проблем. То есть можно находить в гугле, кстати, тоже есть опция искать фотографии со свободной лицензией. Обратите внимание, есть вот этот Creative Commons, это целое семейство лицензий. Википедии не все лицензии являются свободными. То есть для википедии подходит лицензия, которая одновременно содержит два условия. Первое – это возможность переработки, потому что есть лицензия, когда разрешает. Пользовать сколько хочешь, но перерабатывать нельзя, переделывать. Это не свободная лицензия для википедии, она свободная для чего-то другого. Вы можете себя на сайте повесить, вы можете воспроизводить это сколько хотите, печатать в книжке, но вы не можете перерабатывать, а это не подходит под википедийные условия. Здесь должна быть возможность переработки любой переделки, вырезать кусочек и использовать как угодно под той же лицензией. И вторая вещь, которую тоже важно по этим лицензиям знать, есть так называемое некоммерческое использование. То есть, когда не разрешается коммерческое использование. Это опять не годится для википедии. Это свободная лицензия, но для википедийных условий она не годится, потому что в википедийных условиях в нашей лицензии записано, что любой материал может быть использован в том числе и в коммерческих целях. То есть, грубо говоря, в википедию можно напечатать книжку и продать ее за деньги, если кто-то купит. Понятно? Если какое-либо изображение нельзя использовать на условиях коммерческих, она не подходит. Ее нельзя грузить. То есть, это и можно книгой продать? Да. Пожалуйста. Сколько угодно? Я, правда, не понимаю, зачем это надо. Но есть люди, которые издают, и есть даже идиоты, которые это покупают. Хотя она вот свободно, бесплатно висит в интернете пользоваться. Ну, есть такие чудаки, ради бога. Вот, значит, я описал основные вопросы. Все остальные нюансы, если там, то есть, по лифте, вот я открываю форум авторского права русской википедии, там висит вот такая простыня обсуждений всяких отдельных нюансов. Там есть опытные участники, которые разбираются в юридических вопросах. В особо каких-то там крутых вопросах там есть еще люди на викискладе, которые еще лучше об этом понимают, потому что они только этим занимаются. А в особо, в особо крутых вопросах пишут юридическую службу фонда википедии. Ну, я с таким пока не сталкивался, но слышал, что такое иногда бывает. Пишут юридическую службу, оттуда приходит официальный ответ. Вот они отвечают, что называется, за базар, потому что они зарплату получают, в отличие от нас всех добровольцев, за то, чтобы защищать фонд википедии от потенциальных претензий в нарушении авторского права. Четвертый столб к вопросу о троллях и психопатах. В википедии существует свод правил проведения. Оказывайте уважение вашим коллегам, даже если в чем-то с ними не согласны. Будьте вежливы, не допускайте конфликтов интересов, оскорблений, угроз, агрессии и чрезмерно широких обобщений. Старайтесь приходить к консенсусу. При работе над горячими темами избегайте войн правок и не допускайте нарушения правила трех откатов. Помните, что в одном только русском разделе, ну тут 770 уже на сегодняшний день, это у меня старые просто цифры, в сегодняшний день 857 тысяч статей только в русском разделе и это число постоянно растет. Действуйте добросовестно, не испытывайте правила википедии на прочность, предполагайте доброе намерение со стороны других. Будьте открыты, доброжелательны и приветливы. Все, что мы говорили до сих пор, касалось содержания википедии. Вот четвертый стол говорит о том, как нужно действовать в отношениях между участниками. Он не касается содержания, он касается именно отношений между людьми. Все участники википедии являются бесплатными добровольцами. Все люди приходят туда получить какой-то драйв, удовольствие и так далее. Если человеку там будет некомфортно, он туда не придет, он не будет вносить свой вклад, он не будет делиться там своими знаниями с другими людьми. То есть для того, чтобы википедия росла и улучшалась, нужно поддерживать такую атмосферу, которая будет привлекать туда людей, а не отталкивать их. Поэтому это правило очень важно. Самое главное, что вы должны помнить – предположение добрых намерений. Что это значит? Это значит, что вы должны при любых условиях действовать и говорить так, как будто ваш оппонент хочет улучшить википедию, даже если вам кажется, что это не так. Вы исходить обязаны из предположения добрых намерений оппонента. Если это снять, этот тезис, википедия превратится в одну большую свару из клоку и развалится как проект. До тех пор, пока не доказано обратное, вы обязаны предполагать добрые намерения. Если он что-то сделал, вы должны неправильно с вашей точки зрения. Вы должны сказать – вы ошибаетесь. Вы хотели сделать все хорошо, но вы ошиблись. Вы сделали неправильно не потому, что вы хотите нагадить, а потому, что вы не разобрались, не поняли меня, источник, еще что-то. Оппоненты имеют право на ошибку. А вы не имеете права предполагать злые намерения. Предположение злых намерений, высказанное публично, является нарушением правил из этих блокировок. Так же, как и за другие нарушения. За оскорбления, за личные выпады следует блокировка, которую проводят администраторы по жалобе любого участника. Следует обсуждать статьи, а не оппонентов. Обсуждение оппонента является нарушением правил. Выражение «я профессор, а ты кто такой» является грубейшим нарушением правил википедии, за которым следует в начале предупреждения при повторении блокировки. Ваш оппонент такой же полноправный участник википедии, как и вы. Мы все анонимно там. Есть люди, которые известны, но большинство абсолютно анонимно. И вы не знаете, кто ваш оппонент. Может, это он профессор, а не вы. Может, он ученый, который 30 лет работает, а он там под каким-то никнеймом, потому что не хочет светить свою личность. Вы должны предполагать, что он действует на благо википедии. И только в том случае, когда происходит очевидный вандализм, всю статью на слово из трех букв заменили, тогда нет необходимости предполагать доброе намерение. И тогда можно сказать, это вандализм, откатить эту правку и потребовать его блокировки немедленно за вандализм. При любых других малейшем сомнении вы должны исходить из добрых намерений оппонента. То есть есть какая-то система защиты, что если кто-то начинает нарушать правила, автоматом ничего не видно, если кто-то нарушает правила, то любой участник, в том числе оппонент, просто наблюдатель, тот это читает, может написать заявление администраторам. Есть специальный форум заявки к администраторам. Администратор читает заявку, приходит, смотрит, соответственно, принимает меры. Первая мера, особенно к новичкам, всегда предупреждение. Вы нарушаете правила. Новичка всегда надо предупредить. Его никогда не блокируют, если это не откровенный вандализм. Новичка всегда предупреждают, а иногда несколько раз. Если понятно, что он на предупреждение не реагирует и продолжает нарушать правила, идет блокировка. Блокировка доступа. То есть он не может редактировать ни страницу обсуждения вообще. То есть кроме своей собственной, личной страницы обсуждения он писать не может ничего. Если он и там начинает писать какие-то гадости, ему и это заблокирует. То есть будет полностью заблокировано. Если он начинает обходить блокировку, писать из под IP-адреса, заблокирует на некоторое время IP-адрес. Чтобы он вообще не мог войти. Никак. Забанят бан. Забанят, да. Блокировка бан – это одна точка. Надо точно понимать еще одну вещь. Блокировка – это не средство наказания. В Википедии нет понятия наказания, воспитания. То есть мы не занимаемся там этим. Мы пишем энциклопедию. Это единственная цель, ради которой мы туда приходим. Поэтому, как это говорят, он меня оскорбил, заблокируйте его в наказание. Слушайте, прошло три дня. Я не понял, что тут делать, говорит администратор. Ну как же, он же меня оскорбил. Это было три дня назад. Мне это неинтересно, говорит администратор. Блокировка проводится как превенция нарушений. И только, и больше ни для чего. Любые действия административного характера такого рода направлены на то, чтобы предотвратить последующие нарушения. И больше ни для чего они не нужны. Даже если вас кто-то оскорбил, если нет предположения, что он будет продолжать, его не следует блокировать. Поэтому, в работе над горячими темами, в конфликтных ситуациях, в Википедии нужно обладать достаточно, как это сказать, крепким нервом. Да? К сожалению, не всегда удается сделать так, чтобы была та самая прекрасная, идеальная атмосфера, которую мы хотим. Потому что все люди разные. Многие нервные, многие тролли, многие просто негодяи. Мы, конечно, изначально предполагаем, что они все хорошие, но на самом деле не все люди хорошие. И поэтому есть проблемы, конфликты. Нужно понимать. Вы пришли туда делать энциклопезию, а не ругаться. Он ругается, ну и что? Кстати, ругань в ответ – такое же нарушение. Это не оправдание, что он меня оскорбил первым, поэтому я имею право оскорбить его вторым. Оба будут заблокированы. Марк, что это за правило трех откатов? Правило трех откатов – это то, о чем я говорил, когда один участник делает правку, а второй отменяет. Три раза. Три раза. После этого следует блокировка практически в автоматическом режиме. Ну, то есть, первый же администратор, увидевший три отката… Блокировка от шагов. А? Блокировка от шагов. Того, кто откатывает. Обычно у войны правок два участника, как минимум, да? Поэтому получат оба. Один написал. Другой убрал. Другий убрал. Этот опять вернул, тот опять убрал. И так три раза. И кого-то для блокировки. Обоих. У войны правок не бывает одного участника. У них всегда два. А вот как доказать, что именно твоя версия права? На странице обсуждения консенсусом. И никак иначе, другого способа нет. Обсуждайте. Опирайтесь на источники. И приходите к консенсусу. Приходите к консенсусу. И только так. Другой правоты в Википедии не существует. В ней не существует свободы слова. В ней не существует справедливости. В ней не существует наказания за нарушения. В ней вообще много чего нет, чего есть в обычной жизни. В ней существует энциклопедия. И цель только одна. Создать энциклопедию. Улучшить энциклопедию. Других целей нет. Любые другие цели, которые мешают, немедленно отбрасываются. Цели, которые просто где-то параллельны, они никого не интересуют. Не занимайтесь тем, что не улучшает энциклопедию. Это не должно быть в Википедии. Это должно быть где-то в другом месте. Там только улучшение энциклопедии. Любой участник обязан понимать, любое его действие, которое он там делает, должно быть направлено на улучшение энциклопедии. В виде дискуссии. В виде взноса к статью. В виде загрузки какого-то изображения. В виде доказательства чего-то там. На странице обсуждения. В виде написания нового правила. Он должен понимать, что то, что он делает, должно быть направлено на улучшение энциклопедии. Больше ни на что. Еще раз подчеркну, обсуждение оппонента запрещено. Не только оскорбительное, а вообще обсуждение его как человека, как участника. Вы должны обсуждать только то, что делается в статье. Только содержание статьи, только действия какие-то, которые вы считаете верными или неверными, но никак не его самого. Эта тонкость очень важна. Любой переход на личность оппонента является нарушением правил этичного поведения. То есть, можно сказать, какой хороший умный аргумент тоже. Нежелательно. То есть, вы можете сказать так. Спасибо вам за ваш прекрасный вклад. Вот это прекрасно. А малойчины пятерка? Нежелательно. Никто, конечно, не будет вас предупреждать и банить за такого рода похвалы, но они там неуместны. Ну, неуместны. Хвалите то, что человек внес в Википедию, потому что цель наша не продемонстрировать свой ум, а продемонстрировать хорошую энциклопедию. Ну и, наконец, самый интересный. Пятый столб. Википедия не имеет строгих правил. За исключением пяти общих принципов, которые приведены здесь. Смело правьте. Применяйте. На самом деле, правил огромное количество. Я их все не знаю. Их никто все не знает. Их очень много. Эти пять общих принципов. И они не строгие, заметьте. Они, на самом деле, достаточно расплывчатые. И можно толковать их достаточно в разные стороны, если просто прочесть этот текст. Так вот, есть огромное количество правил, которые раскрывают, толкуют и объясняют эти пять столбов. Так вот, пятый столб говорит о том, что наша задача не бюрократию разводить, а энциклопедию писать. И об этом забывать не следует. Наша цель создать энциклопедию, а не создать идеальную юридическую систему. Поэтому любое правило, как и любой закон, никогда не может описать всех жизненных ситуаций. И когда возникает ситуация, в которой очевидно правило не соответствует цели создания энциклопедии, оно может быть отброшено и должно быть отброшено. Понятно? То есть, цель первична, правило вторичны. Правило для создания энциклопедии, а не сами для себя и по себе. Но, очень часто приходят новички, читают пятый столб, или у нас есть раскрывающие его правила, игнорируйте все правила называется, и говорят, ну что, можно игнорировать все правила, поэтому я тут буду игнорировать. Ему говорят, изуважаем, игнорировать все правила можно только в том случае, если вы готовы доказать, и для всех будет очевидно, как ваше игнорирование улучшает энциклопедию. А если это не очевидно никому, кроме вас, то игнорировать правила не надо. Тогда это игра с правилами называется. Которая также является нарушением. То есть, как только вы используете правило не для того, для чего оно создано, а создано оно, опять же, для улучшения энциклопедии, а в противоположном смысле, и в том, в который в него закладывается, называется игра с правилами, это тоже является нарушением, собственно говоря, вот этого самого пятого принципа. Правило для улучшения энциклопедии. Ну, и концовка. Все предыдущие версии статьи сохраняются. Ну да. И все, что вы здесь делаете, сохранится для потомков. Любая правка, сделанная вами когда-либо, останется в Википедии навсегда. И ее можно проверить и посмотреть. И любую правку за любой период вашей деятельности вам могут однажды предъявить. Когда я выдвинул свою кандидатуру в арбитражный комитет весной 2010 года, мне предъявили правки полуторагодичной до этого давности. И спросили, а что это вы имели в виду, когда вот это выписали? Не понял. Объясните, пожалуйста. Мне кажется, что это вот некорректно. Это было полтора года назад. Я должен объясниться. Иначе получу голоса против на выборах. Так подождите. Вы же в Википедии правки вносите мне под своим этим вот... Я вношу под своим никнеймом. И когда я выдвигаю свою кандидатуру, она выдвигается, как моя учетная запись. Как участник Википедии. Я не под IP-адресом. Под зарегистрированную учетную запись. И у меня есть определенный бэкграунд у этой учетной записи. Определенный уже имидж, например. То есть участие в конфликтах, описание правил и так далее. И отношения людей. И еще раз подчеркиваю, любую правку за любой период времени можно посмотреть и проверить. И когда возникают вопросы, то есть, скажем, в Википедии есть администраторы, это не высшие инстанции. Есть еще, например, арбитражный комитет, который разбирает конфликты, которые невозможно решить иначе. То есть, которые не могут решить администраторы. Потому что, ну, администраторы тоже люди. А не какие-то там высшие существа. Вот арбитражный комитет избирается каждые полгода. Сейчас идут выборы арбитражного комитета 14-го СОЗОРа русского раздела. Значит, в белорусских разделах, по-моему, нет арбитражных комитетов. Они очень маленькие. Русский раздел просто огромный. Поэтому там это необходимо. Очень много людей. Очень много конфликтов. Очень большие объемы материала. Так вот, арбитражный комитет анализирует не только данный конкретный конфликт, который в этом месте завязался. Они могут проанализировать всю историю деятельности данного участника. Вот и да. По всей истории. И сказать, что мы пришли к выводу, что его деятельность в целом деструктивна. И заблокируется обеспеченно. Навсегда. В принципе, это может сделать и администратор. Но это можно оспорить в том же самом арбитражном комитете. То есть помните, что то, что вы делаете в Википедии, всегда может быть просмотрено, проверено за любой перевод. Пара слов о достоинствах проекта. Самый крупный и популярный справочник в интернете на сегодняшний день. Сотни миллионов людей пользуются Википедией. Ну, не русской, понятно, не белорусской. В основном английская, но тем не менее. По объему сведений и тематическому охвату, самая полная энциклопедия для из Кадалибы, создававшихся за всю историю человечества. То есть в английской Википедии более трех миллионов статей. Совершенно огромный материал. Создать новую статью в английской Википедии на какую-то тематику не вчерашнего дня, то есть там, ну, не знаю. Очень сложно. Найти какую-то энциклопедически значимую тему, которая не отражена в английской Википедии. Хотя существует. Есть. Есть, безусловно. Особенно по каким-то национальным, локальным, скажем, по каким-нибудь белорусским деятелям белорусской истории или науки, конечно, можно в английской Википедии еще очень много чего написать. Но по всемирным масштабам людям или каким-то событиям, всемирная масштаба, только улучшать скорее статьи, те, которые уже созданы, чем создавать новые. Потому что 3 миллиона статей, поверьте, там, самое значимое уже отражено. Так или иначе. Возможность предоставить информацию на родном языке. Это уже очень важно, потому что есть огромное количество стран, где огромное количество носителей разных языков. И энциклопедия на родном языке, а не только на английском. Это очень важно. Две энциклопедии на белорусском свидетельствуют, интерес к ним свидетельствуют о том, что это все-таки живо. Постоянное обновление. На самом деле, если человек умер, в Википедии информация об этом появится через несколько минут после публикации информации о смерти. Я иногдаю. Но это в живом Даризме называется. Буквально несколько дней назад была публикация информации о смерти Горбачева, после чего Горбачев ее опроверг. Ну, откатывали так моментально. То есть за этим следят и с этим борются. Недостатки. Системная предвзятость, несбалансированность в освещении тем политика предпочтения консенсуса между участниками и профессионализмом в редакционном процессе. Понятно, что принцип, когда любой человек может редактировать и нет научного редактирования, да, он создает огромную энциклопедию, потому что огромное количество людей в этом участвует, но ведет к определенным недостаткам. В энциклопедию пишут дилетанты в Википедию, не ученые. Соответственно, если собирались три дилетанты, которые ничего не понимают в обсуждаемом предмете, и о чем-то там договорились консенсусом, то вот их консенсус там и будет. Поэтому очень важно, чтобы в статью приходили профессионалы и участвовали в редактировании Википедии. Те, которые разбираются. С профессионалами есть свои проблемы. У них есть проблемы с нейтральностью. Каждый профессионал придерживается своей собственной личной самой правильной точки зрения. И другой хочет знать ни в какую. В отличие от дилетантов, которые по барабану, он изложит и ту, и ту, и ту. Поэтому соединение дилетантов с профессионалами дает наилучший результат редактирования психологической статьи. Несбалансированность в освещении темы. Вы знаете, совсем еще недавно статья Ватт была в размере 3 килобайта. А сейчас она, по-моему, 10 или 11. То есть подняли, немножко улучшили. А статья о каком-нибудь покемоне может быть килобайт-стоп. Люди пишут о том, о чем им интересно. Им за это не платят, они добровольцы. О чем хотят, о том и пишут. Если это энциклопедически значимо. Поэтому у нас есть огромное количество статей о вымышленных мирах. О книгах, фильмах, о футболистах. Каждый известный футболист высшей лиги любой страны, включая африканских, описан детально. А многие научные темы, к сожалению, отражены гораздо хуже. Потому что в, естественно, научной тематике эти товарищи не разбираются и писать им об этом неинтересно. Они о ядерной физике писать не так. Они пишут о футболистах. Поэтому есть некоторая несбалансированность по сравнению с обычными научными энциклопедиями. Но, опять же, на освещении нет при тематике. Ну, это объективное явление. Бороться с этим можно только одним способом. Если вы считаете, что в Википедии что-то отражено недостаточно, напишите об этом. Работайте. Пишите, вносите свой вклад в ту тематику, которую вы считаете недостаточно отраженной. То есть. Надежность и точность Википедии также вызывают вопросы. Я описал вам модельную идеальную ситуацию, что каждый тезис должен опираться на источник, каждый факт должен иметь сноску и так далее. Разумеется, в абсолютном большинстве статей этого нет. Люди вписывают и не озабочиваются никакими источниками, сносками и всем остальным. Иногда там есть и вымысел, иногда есть и вандализм, то есть, когда вносят неверные сведения сознательно. Иногда есть пропаганда, реклама и что угодно. Обращайте внимание на источники, которые приведены в каждой статье. Если их нет, то в этой статье может быть что угодно. Я в этой ситуации обычно говорю, когда мне говорят, можно ли верить Википедии. Вопрос поставлен бессмысленно. На него нет ответа. Можно или нельзя верить Википедии. В Википедии не надо верить или не верить. Википедия служит для того, чтобы дать общее представление по данному вопросу, по которому написана статья. А все остальное вы должны брать из источников, которые приведены к данной статье. Все нюансы проверять по ним. Википедия не дает профессиональных советов. Если вы профессионал в каком-то вопросе, вы из Википедии для себя ничего хорошего не почерпнете, важного и нужного. Вы гораздо лучше знаете эту тему, чем написано об этом в Википедии. Но если вы в каком-то вопросе не профессионал, то из Википедии можете получить общее представление об этом предмете. И оно будет в 99% случаев, правильно, общее представление, в нюансах, в каких-то мелких отдельных вопросах может быть неточность, неверность и так далее. Отдельные факты я бы поостерекся приводить из Википедии. В научной это считается полным объемом. Нельзя приводить из Википедии факты в научных работах. Википедия не является источником фактов. Википедия является источником общего представления. Но если вы исследовали Википедию, тогда можно. Скажите, в момент все-таки источник, на который нужно ссылаться. Понятно, Ваковская. Как быть с рукописями, другописями, автор... Автореферат, пожалуйста. Автореферат на правах рукописи, да. Да, он уже опубликован. Архив автора, конспект, сделанный на лекции, аудиозапись, видеозапись, мнение, комментарии, вот момент публикации, как это... Ну, смотрите, есть... Какое издание, вот о чем я... Это... Нет, граница здесь вот какая. Возможно, если вы его выложите на своем личном сайте, теоретически на это уже можно сослаться. Но в очень особых случаях. Сам издат считается нежелательным источником. Вот где граница с вами издат, а где вот... Разница вот какая. Внешнее лицензирование. Если эта книга издана в издательстве, это уже не сам издат. Если эту книгу, значит, автор на своем сайте вывесил, то сегодня, простите, любой дурак может себе сделать сайт и выложить на него что угодно. В этой ситуации такого рода самоизданные источники допустимы только в том случае, если автор является известным, уважаемым экспертом по данной теме. Только в этом случае. В остальных случаях самоизданные источники недопустимы. Например, если это автобиографический сайт какого-то человека, то дату рождения оттуда взять можно. Но если там написано, что он самый великий ученый в мире по ядерной физике, а этого никто, в общем, кроме него не знает, что он великий ученый, то с его личного сайта такой тезис брать не надо. Это нужно брать из какого-нибудь... Из энциклопедии по ядерной физике. Но он получил какую-то премию можно, он участвует в какой-то конференции, да? В принципе, да, но если это вызывает вопросы, то могут другие участники потребовать внешний источник по отношению к самоиздату. Особенно в части всяких наград. Особенно в части всяких наград. Участие в конференции обычно не требует внешние источники, но желательно приводить внешние, независимые от предмета статьи. Независимые источники. Независимость источника. Очень важный аспект. Скажем, значимость предмета статьи нельзя подтверждать по зависимым аффилированным источникам. Авторитетный источник желательно должен быть независимым. Границы четко не существуют. Я уже говорил, авторитетность всегда контекстуально зависима, всегда относительна. Нет, сказать, вот это авторитетно, а это не авторитетно. Всегда это более авторитетно, а это менее авторитетно. Вот так. Сейчас у нас проходит открытый университет, семинар-конференция. То есть мы можем говорить, что сегодня состоялся претендент. Если это не приковано на сайте уважаемого университета или на газете. Мы можем на сайте разместить, что прошел свой семинар-конференция, посвященный википедии, это уже претендент научного совета. То есть мы все участники научного проекта. И уже мы можем биографии вписывать. Это научное у нас сегодня, научное мероприятие, я бы не сказал. Скажем так, сегодня в рамках летучего университета прошла лекция Марка Бернштейна об основах работы википедии. Вы можете, если это будет опубликовано на сайте летучего университета, то можно на это будет сослаться в уместный для этого темп. Как створается. Это уже претендент можно показать, как лекция википедии. У этой же самой темпе, это попытание. Вы загажете, что там про этих футболистов, там артыкулы, так? Есть какие-нибудь критерии для отбора того, про кого? Конечно, критерии значимости. Есть правило, специальное правило о значимости. Причем это правило, как это сказать, оно не одно. Там целый комплекс правил о значимости. И здесь вот, в этом месте возникает очень большая разница между разделами языковыми. Чем крупнее раздел обычно, тем жестче в нем правило значимости. Однако, в английской википедии иногда не обращают внимания на значимость, скажем, каких-то персоналей, не разбираются с нюансами по значимости персоналей, скажем, из русскоязычного пространства. То есть, никто не будет там выставлять статью на удаление, если там пограничные какие-то вопросы. То есть, в английском разделе к этому более лояльно относятся, например, чем в русском. В русском разделе к правилам значимости отношение очень жесткое. Одно из самых жестких, наверное, всех известных мне разделов. В белорусских разделах отношение к значимости очень лояльное. Почему? Потому что очень маленькие размеры. Напишите хоть что-нибудь, хоть о ком-нибудь, хоть о чем. Всего-то 46 тысяч статей в разделе на Таракевица и 42 тысячи в разделе на Мотивки. В русском, для сравнения, 857 тысяч статей. То есть, в очень маленьких разделах обычно лояльное. Удаление статей только в том случае, если это Вася Пупкин из-под ворота. Я для себя, изначально еще, когда пришел в проект и начал разбираться со всеми этими вещами, решил, что я буду писать только о том, что очевидно значимо по любым правилам. И не буду писать о пограничных ситуациях. Почему? Потому что и о значимом на сегодняшний день не написаны миллионы статей. Так давайте писать о том, что более значимо, а не о том, что менее значимо. Даже если Вам лично этот человек приятен, интересен и нужен. Пишите о значимом. Мы улучшаем энциклопедию, не реализуем самих себя. А можно пытаясь, как Вы сказали, поменьше авторитетной границы, Вы назвали, что можно ссылаться на эксперта в этой области. Вось, сколько экспертов, например, можно выкрасить, подтвердить авторитетность той границы, про которую я и пишу. Опять же, нет жесткой границы. Всегда по здравому смыслу определяется. Если Вы берете предмет, например, о фильме, самый простой предмет, всем понятный. Берем фильм. Как подтвердить его значимость? Значимость определяется по вниманию независимых авторитетных источников к данному предмету. Это общий подход. Вот. Если об этом предмете достаточно подробно пишут независимые от него авторитетные источники, то этот предмет значим. Что это значит для фильма? Это значит, что о нем должны быть рецензии, вне зависимых от создателей фильма источников, не аффилированных. Если о нем есть 3, 4, 5 рецензий, все, вопросов нет. Даже 2 рецензии уже в принципе достаточно. 3, без проблем. Достаточно 2 рецензии для того, чтобы выставку, фильм, книгу назвать значимым? Да. Как это показать? Независимых рецензий в авторитетных источниках. То есть, ну опять же, здесь будет взвешивание авторитетности. Если эта рецензия написана на личном сайте участника выставки, извините, во-первых, сам издак, это снижает его авторитетность. Во-вторых, зависимый, аффилированный, он участник выставки. А если об этом напишет доктор искусствоведения в журнале, то может и одной рецензии хватить. Ну, всегда считается, что несколько надо. То есть, 2, 3. То есть, одна, это уже не годится, нехорошо. Две рецензии экспертов в области искусствоведения в искусствоведческом журнале пишите, а вы все-таки спрашиваете. Все, уже годится. Но, это должна быть, как это сказать, достаточно подробная информация. Что это значит? Это должно быть несколько абзацев, как минимум, нетривиальной информации, некаталожной. То есть, это по правилу, что Википедия не является каталогом. То есть, если эта информация сводится к каталожной, выставка состоялась тогда-то, в ней участвовало столько-то человек, выставили столько-то картин, вот список участников, вот список картин, там, не знаю, и на этом все, то об этой выставке писать статью нельзя, даже если эту информацию разместили в самом авторитетном каталоге. Потому что, что вы о ней напишите? Кроме каталожной информации. Информация должна опираться на те самые авторитетные источники, а их нет. О ней нельзя писать статью, о нем можно только табличку составить. А статья, в ней должна быть нетривиальной информацией. Нетривиальная для искусства значит рецензия профессиональная. Наличие профессиональных рецензий решает вопрос со значимостью предметов искусства и событий искусства и т.д. Вот, собственно говоря, предмет. По биографиям там сложнее. По ныне живущим людям в русской Википедии существует очень жесткое правило. Там по каждой профессии, по каждому виду деятельности выработаны свои критерии значимости. Потому что в ныне живущих людях сделать, грубо говоря, два интервью или три публикации своей биографии в какой-нибудь удмуртинском вестнике, ну это же особенно при наличии денег. Поэтому для ныне живущих людей более жесткие критерии в русском разделе. В английском, я не знаю, грань эту не ловил, в белорусских разделах менее жесткие критерии. То есть там можно писать о ныне живущих людях, не оглядываясь на русский раздел. Причем ныне живущие в русском разделе считаются недавно умершие. То есть те, кто умер там менее, скажем, 5-6 лет назад, да, это считается, относится к ныне живущим, нет, именно в смысле значимости. То есть значимость человека проявляется однозначно через какое-то время после того, как он умер. Если о нем через 10 лет пишут в научных статьях, его биографию публикуют, на него ссылаются, его упоминают, значит он значим. А если через 3 года его забыли, и больше никто не вспоминает, то какая разница, кто он был при жизни. В энциклопедии ему не место. В энциклопедию попадают те, кто значим в историческом, навсегда. А не только вот сейчас я что-то стою, а послезавтра меня все забыли. Поэтому по ныне живущим людям более жесткие подходы в русской википедии, чуть менее жесткие в белорусских, объяснял почему. Напишите хоть о ком. Главное, чтобы это был не гаражная рок-группа. Потому что удалят, потому что понятно, что не значим. А если, скажем, я писал небольшую статью у вас Светлане Андреевне Наумовой, я думаю, все ее знают, да. В русском разделе пока они не вставляют статью, потому что удалят. Недостаточно, то есть она по формальным критериям значимости не проходит, то есть пограничная там получается ситуация, а время с дня ее смерти прошло не так много, чтобы можно было ее отнести к персоналям прошлого, так называемого. То есть лет через пять можно будет в русский вставить и не удалять. А сейчас могут выставить на удаление и удалить. В общем, для меня такое важное питание, что подразумевается под написанием артикула у белорусскую, у российскую википедию и ангельскую. То бы, коли есть артикул на ангельском языке, у ангельской википедии, Тим, можно. Я, конечно, я разумею, что могу с нерехом. Тим, можно его перекласти просто, там, сносить. Можно. Вы можете просто перевести статью из любого другого раздела в любой раздел. Авторские права википедии это позволяют, потому что сказано. Любая переработка и любое использование. То есть из одного раздела в другой перевод. Сколько угодно. Более того, в процессе перевода изменить. А летрообознатик с посылки на те самые премицы, на той самые нет. Если они там стоят, можете их просто взять оттуда. А коли там... То есть у белорусской артикуле я же не могу спосылаться на ангельский. Можете. В принципе, мы можем сесть и три миллиона шла, а переработка на... На белорусский ввести, чтобы... Переработка на... Переработка на... Переработка на... Совершенно верно. Если есть люди, которые готовы этим заниматься, в русской википедии есть участники, которые занимаются только одним. Переводят статьи из английской, стоят русские. Ну, на эра-то-баршево. Да. Такое есть. Более того, из русской переводят в английскую. Мои несколько статей, ну, хороших, которые я себе написал, такие действительно качественные, перевели на английский, поставили в английскую. Я видел это. То есть появляется интервика, так называемая. То есть там справа колоночка есть такая. В ней стоят языковые ссылки. Если у статьи есть версии в других разделах, да, аналогичная тематика, то появляются, ставят эти вот ссылочки. Ну, да, как в свое время Британику переводили. Поэтому переводить можно, нужно и замечательно. Единственное, что желательно в процессе перевода исправлять статью. Не всегда она там качественная. Улучшать статью, да. Да, у меня такое питание, чему, часто сутыкается таким, что текст на английском обе, там, на, не веду, три сторонки А4, нажимаешь белорусский пероклад, и там два абзаца. Потому что никто не написал. Кстати, разделы... А коли можно просто взять и перекласти? Возьмите, перейдите. Никто этого не сделал. Я думала, что... Нет! Проблема только одна. Должен быть энтузиаст, который это сделал. И все. Больше ничего не требуется. А кто занимается белорусскими энциклопедами? Такие же обычные люди, как и мы с вами. Энтузиасты. Значит, я вам скажу так. В белорусских разделах большая проблема именно с количеством участников. В русском разделе потеря одного участника, или приход одного участника, никто этого не заметил. Там десятки тысяч людей пишут. Из постоянных участников, которые пишут изо дня в день, больше тысячи человек в русском разделе. То есть это, ну, таких, как я. Больше тысячи человек. Поэтому приход одного человека, или приход двух человек, или уход трех человек, этого никто не замечает, на самом деле. В белорусских разделах ситуация принципиальная. Там постоянных участников порядка десяти человек. Это разные люди створали это? Это рожки лицов? Вначале это был вообще один раздел. Вот сейчас у меня тут в конце последний, это самое. Я вам сейчас расскажу про белорусские разделы. Давайте буквально пару слов. Закончим. Подверженность вандализму. Недостаток. Да? То есть возможность свободного обновления означает одновременно подверженность вандализму. Примеры из жизни. Смешные. Плагиат из Википедии в научной статье. Я обнаружил в статье в научном журнале, не благодаря ли в каком их, кто автор, обнаружил плагиат из Википедийной статьи. То есть, причем, как я обнаружил, кто у кого плагировал? Вы, как ли, сам писал? Я, нет, 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 я остался. Правда, надо ли сплагировать. Нет, все наразно проще. Дата публикации в научном журнале известна. Версию открываю, статьи в Википедии. Там раньше это было. Дата-то известна. То есть, я на самом-то деле просто, где-то я это видел. Ну-ка захожу в статью. О, оно там стоит. Кто у кого сплагировал? Дата публикации здесь. Открываем дату на день раньше в Википедии. Смотрим. А может это быть той самой человек? Очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Теоретически, да, практически нет. Очень сомневаюсь. Оно в Википедии было раньше. То есть, тогда он в Википедии должен был сослаться на научный источник, с которым он взял. Я даймала. Да, он лучше от пошатка наукового своего выдания зарабил, а потом я его в Википедию кинул. Нет, так где же там? В научном издании было позже. Ну да, да. Если бы раньше в научном... В очереди он сдал статью, там же тоже пока поставят... Теоретически, да, практически, поверьте. Там, на самом деле, разница была не в днях. Там разница была в месяц... Там, по-моему, года полтора была разница в Википедии и научной статье. То есть, это был четкий плагиат. Естественно, без ссылки, без ничего. То есть, просто взятку с... А, без ссылки. Ну как? Попробуйте в научной статье на Википедию составить. Сошли, вы себе, как правило. Куда вас пошли? Сошли, я что-то. С такой статьей. Смотря на какой журнал. Да, у нас есть такие ученые, для которых, словно, Википедия это мистика тоже. Да. Да, просто. Это была еще одна, значит, совершенно фантастическая штука использования в проекте Федерального Закона Российской Федерации. Ребята обнаружили в проекте Федерального Закона Российской Федерации определение... Причем, закон был о медицине. Определение из статьи Википедии было. Дословно. Короче, у нас написали в новостях, ребята, аккуратнее. Сегодня у Википедии, завтра в законе. Ссылка на Википедию в жалобе о Роснефть на решение арбитражного суда по иску Навального. Значит, юристы акционирования общества Роснефть совершенно зря проведают свою зарплату. Потому что в своей жалобе они писали, а в Википедии про Навального написано, что он гад такой. И ссылка на Википедию в статье о Навальном. Вот так вот. А то, что там можно завтра написать, что он совершенно противоположный, им даже в голову не приходит. А как же нейтральность? Почему в Википедии... Там было написано нейтрально, но там были критические данные со ссылками на источники. Ну так ссылайтесь на источники в иске, а не на Википедию. На те источники, на которые опирается Википедия. Есть масса других проектов фонда Викимедиа. Я понял, что если изменить хотя бы один из пяти столбов, то получится другой проект. Например, Викиверситет. Если вы перестаете опираться на проверяемые авторитетные источники изложения и можете писать собственные научные работы, под свободные лицензии, да, там и так далее, пишите их Викиверситет. Там примут. Наберите просто Викиверситет, слово. В Гугле. Попадете туда. Но с моей точки зрения, на самом деле, раздел достаточно странный. То есть, есть еще Викибукс. То есть, мне он кажется более книги. Если вы пишете книги под свободной лицензии, готовы отдавать книги, да, Викибукс, пожалуйста, размещайте. Все, все под свободной лицензии. Все, что здесь делается, делается под свободной лицензии. Да? То есть, вы отказываетесь от авторских прав. Да, отказываемся от авторских прав. Совершенно верно. Но, смотрите, если, например, я отказался иметь свободную вброса, да, но я все равно могу параллельно книгу с выкладывать? Можете, если ваши издатели готовы будут или покупать или платить за то, что они могут получить бесплатно. А у меня пресендент, у меня был один из первых сборников, который вообще вышел в интервенте, у меня эти версии выпущены. Да, вы учтите, что эту книгу могут скачать оттуда и продавать еще параллельно с вами кто-нибудь. И вам он ничего за это не должен. То есть, это допустимо. Да? Да, вполне подростно. Свободная лицензия позволяет любой использованию, в общем, не продать. Как авторам, так и кем угодно. А, и кем угодно. Ну, естественно. Еще раз, то есть, любую информацию с Википедией можно взять, откопировать и продавать? И продавать за деньги, да. Если она ее за деньги, то есть, то есть, это юридически можно. Абсолютно. Абсолютно. И вы ничего не должны авторам Википедии. Главное, чтобы там была ссылка, что это из Википедии. Единственная, единственная услышка. А, ссылка обязательно. Да. Вот отсутствие ссылок на Википедию является нарушением авторского права. А по деньгам, пожалуйста, продавайте за любые деньги. Деньги себе в блог могут перетягивать. Куда угодно. Да, только ссылайтесь на то, откуда вы их сделали. Больше ничего не нужно. Значит, проектов много. Вот Викисклад, который я упоминал, где хранится медиа информация, это фотографии. Викинедиа Комманс. Викинедиа Комманс, да. Наберите Викисклад в гугле, вы тут же на него попадете. Викисклад по-русски. Викинедиа Комманс. Да. Он, значит, Комманс, это хранение медиа информации для всех языковых разделов Википедии. Фотографии, аудио, видео, картинки. Это все туда. Под свободной лицензией. Только. Там не допускается форинус. Только то, на что нет защиты авторских прав. И то, что там стоит, можно использовать в любом языковом разделе. Ставится просто ссылкой, и оно отображается в статье. То есть, это Комманс. Вот. Ну и дополнительные всякие разделы, мета Вики. Викисес, например, это источники, на которые уже истекли авторские права, которые не нужно править. То есть, условно говоря, стихи Пушкина не надо исправлять. Они должны грузиться в Викисес, Викитека по-русски. В Викитеку грузятся такие вещи, которые не надо исправлять. То есть, теоретически, ну, можно лицензия свободная, но смысла в них никакого. То есть, то, что уже... Все. Викиньюз, Викиновости по свободной лицензии. Вот там можно публиковать новости. В энциклопедии новости публиковать не надо. На энциклопедии только то, что уже апробировано, значимо, и останется в истории. А там новости. Попробуйте еще. Иначе можно загрузить по ссылке в Викикоммад всякую нибудь ссылку, потому что... Картинку, а потом ссылаться, ссылаться в любом языковом разделе. Да, именно так. Викиквод, Викицитатник. Вот там публикуются сборки цитат. Сборки цитат. Викицитатник. Им можно пользоваться. Да, им можно пользоваться. Опять же, ссылки в статьях Викикедии на Викицитатник можно ставить. Оттуда брать цитаты для своих статей и так далее. Но он не очень развитой проект. Викикедия гораздо более развитой в этом плане. То есть, эти все проекты, они вспомогательные. Реально, самый развитой проект после самой Викикедии, это Викисклад. То есть, это фотографии в первую очередь. Там миллионы фотографий. Вот это самый развитой после энциклопедии. Все остальное, ну, это так пока. Пока так себе. Викимедия Фоундэшн, это фонд Викимедия. Мета-Вики, это обсуждение разделов, где обсуждаются межязыковые проблемы всех разделов. То есть, то, что касается всех. Вот. Медиа-Вики, это технический раздел для обсуждения программы движка Википедии. Ну, и специфический, вот там, Викимедия Инкубатор, это там разделы, которые еще не вышли из стадии проектной. А что это такое? Ну, например, вы создаете раздел на новом языке, которого пока еще нет в Википедии. Или какую-то еще идею, которая вот там здесь нет, но вообще она может быть. Вот мы с таким сутыкались, вот, артикул висит, и написано, что в этом артикуле еще не было. А, нет, 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 это не то. Викимедия Инкубатор, это специальный сайт фонда, где находится раздел, например, на языке, который они пока не выпустили. Вот, например, кто-то захочет создать Википедию на белорусской латино. Он должен написать фонд Викимедии. Вот этим ребятам. И обосновать, что у меня там есть друзья, язык этот имеет ISO-код, там еще что-нибудь такое, да, и мы будем делать. Ему говорят, там, с него что-то могут там потребовать подтверждение, что они действительно что-то будут делать. И если фонд Викимедия приходит к выводу, что это перспектива, он создает им раздел Викимедии Инкубаторе. Работайте в Викимедии Инкубаторе. Когда там уже видно в Инкубаторе что-то выросло, да, они уже что-то написали, создали, разработали, они говорят, мы хотим уже перенестись сюда или сюда, еще куда-то. Фонд смотрит, ну, окей, выросло, переносим. То есть это вот проектное, да. Что касается несозданных статей, это внутри самой Википедии, это не Инкубатор. Есть раздел Инкубатор в русской Википедии, в собственный внутренний проект. Он, как это сказать, это только по названию похож. Он на самом деле выполняет другие функции. Это раздел для новичков, где не действуют многие правила. Инкубатор, он не индексируется внешними поисковиками, не выносится в основное пространство статей и там можно, ну, тренироваться в написании статей в Инкубаторе. Там их не удаляют минимум месяц, потому что статью, созданную в основном пространстве Википедии, если она не соответствует базовым правилам, его могут удалить через несколько секунд, да, ну или минут, да. В Инкубаторе она будет месяц висеть. Но это не в этом Инкубаторе, а в Википедии Инкубатор, внутри. Ну, я еще раз говорю, это раздел фонда Викимедиа. А внутри русской Википедии есть свой собственный инкубатор. Если тут у меня будет интернет, интернет подключим на нем. Я сейчас просто могу открыть, показать, но это именно в русском разделе, белорусского инкубатора нет. Я не поняла, и какой смысл, что там дорабатывается? Там дописывается, а потом переносится в основное пространство, просто чтобы ее не удалили, именно для новичков. То есть это специальный проект для новичков, более дружественный к новичкам, чем основное пространство. То есть ему дается месяц этому человеку, который на то, чтобы доработать ее до... Да, ему там запрещено ругать, там запрещено только помогать. Там только помогают. То есть в основном пространстве, могу сказать, это полная дрянь, а не статья. В Инкубаторе такого не скажут, потому что это запрещается. В Инкубаторе там только помощь. То есть он там может попросить помощи, там специальные участники, которые хотят помогать новичкам. Но есть масса новичков, которые идут мимо Инкубатора. Ну да, зачем, конечно. На все не хватает ресурсов, в инкубаторе можно было все статьи новичков проводить через инкубатор, но просто не хватает людей. Сейчас я вам покажу Вики инкубатор, но это только русского раздела, в белорусской нет пока инкубатора. Но этот проект инкубатора, это была фишка прошлого года, то есть это разработка одного человека в русской Википедии. Он приехал в прошлом году на международную конференцию Викимания в Хайфе, выступал с докладом про этот инкубатор, это был единственный доклад за всю историю конференции Викимания, которая проводится каждый год, лет шесть проводится, это был первый доклад не на английском языке, его переводили синхронно. Просто важность этого проекта, инкубатор, была таковой, по мнению фонда Викимедия, что ему позволили его читать на русском с синхронным переводом другим участникам. Потому что самым важным проектом, самым важным аспектом фонда Викимедии сейчас считает дружественное отношение к новичкам. Во всех разделах, в английском в первую очередь, во всех основных тоже. Фонд Викимедии считает, что это чрезвычайно большая проблема сокращения притока новичков и недружественное отношение, повышение требований. Собственно говоря, эта лекция в рамках, так сказать, той идеи, которую фонд Викимедия продвигает. Сейчас я вам покажу, что такое инкубатор. Википедия инкубатор. Ему дали грант на работу над этим проектом и так далее. Это внутри русской Википедии. Википедия инкубатора. Описание его, как создать статью и так далее. Тут всякие формочки специальные и так далее для новичков. Тут очень масса всяких интересных штук. Форум инкубатора, шаблон инкубатора, там специальная целая вот такая вот система, чтобы именно помогать новичкам. Тем, кто желает именно в инкубатор. Вот. Перелет и поехали. Общий вопрос. Можно сделать такой вывод на самые эффективные средства войны с троллями и так далее. Просто не обращать внимание? Совершенно верно. То есть никак не реагировать? На троллинг вообще никак. И ориентироваться на то, что если кто-то где-то чего-то ориентируется на тех, кто ориентировался, значит не ориентироваться на тех. Если вы думаете о том, что он пытается что-то в статью внести плохое, то вы обсуждаете статью и то, что он внести. Вне в Википедии вообще забыть? Вообще забыть. То есть вообще не обращать? Просто не обращать. Просто не обращать. Поверьте, про меня столько пишут, что если бы я на каждое реагировал, я, наверное, уже умер. Про меня написаны, то есть на самом деле в Википедии есть люди, приходят люди, которые действительно руководствуют, либо руководствуются злыми намерениями, либо не в состоянии ужиться в коллективном редактировании. Но это чисто свойство их характера, да? Они этого сами не понимают. Они скандалят. То есть люди такие, да? Ну что тут случилось? Все люди разные, да? Их бессрочно блокируют. И они создают в интернете кучу нападок на Википедию, на ее участников, на администрации. В чем только не обвиняют. Меня одновременно обвиняли в сионизме и антисемитизме. Одновременно. Разные люди, но примерно в течение месяца я получил три обвинения в сионизме и два в антисемитизме. То есть вот, ну да такие люди, ну что я могу сказать? Вот так бывает. То есть в коммунизме, антикоммунизме, ну пожалуйста, никакого проблемы. Эти люди пишут любую чушь, любую дрянь. Они нервные, они все, как это сказать, им не хватает, чего-то в жизни не хватает. Вот они пришли в Википедию, а там этого нет. Там люди энциклопедию пишут. И они очень недовольны и потом где-то это все выливают. Есть проект, традиция называется. Это, как это сказать, русская националистическая энциклопедия, внешне похожая на Википедию. Значит, там променялись статья. Враг номер один, да? Да, враг номер один. Есть проект Викиреалити. Значит, если в русской националистической энциклопедии я глава, значит, сионистского заговора, то в статье в Викиреалити это статья, где просто вот бессрочно заблокированы по самым разным причинам. Люди не совсем нормальные. Ну, очень разные, да? Они пишут о Википедии. То есть, традиция – это вообще энциклопедия. Она претендует на то, чтобы быть энциклопедией. Викиреалити не претендует на то, чтобы быть энциклопедией. Она претендует на то, чтобы описывать Википедию ее участников и ее жизнь. Значит, ну, поскольку там в основном пишут те люди, которых выгнали из Википедии, то взгляд получается очень специфический. Самая лучшая про меня статья – Викиреалити. Там свободное редактирование, как и в Википедии. Я к ней боюсь прикоснуться. Что называется, боюсь спугнуть прекрасное мгновение. Потому что такого о себе прочесть, что я читаю в Викиреалити, я нигде не прочту. Столько, столько интересного. О себе узнать невозможно. Вот. Поэтому просто не обращать на это внимание. Не обращать. Просто не обращайте внимание. Из самой Википедии, если эти люди начинают нарушать правила, если они оскорбляют, если они портят статьи, пожаловать администраторам их заблокируют. Не вступать с ними, как это сказать, в перебранки. Все время возвращать на вопрос. Мы обсуждаем статью. Я не буду обсуждать ни вас, ни себя. Это нарушение правил. Если вы будете продолжать, значит, вас заблокируют. Будем обсуждать статью. Не будем обсуждать статью. Окей. Заявка администраторам. До свидания. Значит, в статьях тоже бывают проблемы. Бывают люди, которые ведут себя деструктивно по отношению к обсуждению статей. Такие вещи тоже. То есть, приходит нейтральный администратор, которому по барабану вы, по барабану он, по барабану эту статья. Он смотрит, кто из вас нарушает правила в этом конфликте. На это тоже можно спослаться, написать заявку администратора. Конечно. Если человек нарушает, ведет себя деструктивно. То есть, тот адекват на весь день, а там человек пишет, что был ложь. Да. Фактически, это называется доведение до абсурда. То есть, есть правило, не доводите до абсурда. Не испытывайте правила кипятителя на прочность, не доводите до абсурда, не играйте правилами. Если человек подтасовывает источники, доводит до абсурда, не слушает, ходит по кругу в обсуждение, повторяет уже трижды опровергнутые аргументы, постоянно одно и то же, пишите заявку администраторам. Самый крайний случай, если администраторы не обращают внимания или считают, что нарушения такого нет, чтобы его блокировать, есть процедура посредничества. Я сам автор правила о третейском посредничестве. То есть, самый простой вопрос, когда вы встречаетесь с человеком, которому вы не можете найти общий язык, не можете договориться, найти посредника. Договоритесь о посреднике, это проще, чем договориться о содержании статьи. Договорились о посреднике, все, каждый заложил свои аргументы, посредник подвел итог. До свидания. О спаривании итога посредника запрещено. За это уже блокируем. Все. То есть, для меня с неадекватными людьми, я сам себе придумал правила, что называется, просто в сообществе оно оказалось весьма востребованным. Третейское посредничество, когда не нужно доказывать долго друг другу, если вы не можете это доказать. Один написал аргументы свои, второй писал аргументы свои, посредник прочитал и написал. Вердикт. Тык-тык-тык. Все. Поэтому все закончилось. Давайте вернемся к белорусским. Да. Вернемся к белорусским бикпедиям. Так. И вот до этого питания, как ненаписанных артикулов названы какие есть? Значит, название статей красным отображается, если не написана статья, а стоит ссылка. Нажав на эту ссылку, вы можете тут же создать статью. Вот и все. То есть красным обычно выделяют то, что потенциально может быть статьей. То есть вот. То есть вот. Я могу, в принципе, это отремонтировать. Вы можете выделить с внутренней ссылкой. Вы можете сделать у себя в личном пространстве участника. Нет. Я понимаю, но у вас за то, что… Вот. Есть координационные списки статей для создания. Вот такие штуки тоже можно сделать. Да. Это может сделать любой участник. Другое дело, что списки, они обычно, если они находятся в общем пространстве, они подчиняются тоже определенным правилам. Скажем, в русском разделе есть правила о списках. Да. И не всякий список можно поместить в общее пространство. У себя в личной подстранице можно держать что угодно. Любую справочную информацию для себя готовить. Да. В общем пространстве нужно соблюдать общее правило. Потому что списки, например, должны также, какие бы они ни были, даже координационные, должны соответствовать, например, правилу нейтральности. То есть нельзя там использовать список для того, чтобы там ввести пропаганду в Википеде. Да. Ну, потому что я из названий статей, сами понимаете, потенциальных, что могу составить. Ну, при злой воле, да. Поэтому там тоже есть свои вопросы. То есть список должен быть понятен, что он для создания статей, что он для какой-то тематики. Обычно есть еще так называемые внутренние проекты тематические. Я не знаю, как в белорусских Википедиях, в русской Википедии огромное количество, сотни проектов тематических, где объединяются участники, которые заинтересованы какой-то темой. И они там создают вот эти координационные списки по этой теме, специальные шаблоны для этой темы, отслеживают новые статьи по этой теме и так далее. Это специальные страницы, специальные разделы, которые вот для объединения. Там они обсуждают между собой какие-то нюансы. То есть собираются заинтересованные люди в теме в целом. Например, есть тема, например, Минск. Вот люди, которые пишут статьи о Минске, они могут собраться в проект Минск и там обсуждать то, что их интересует. Они могут какую-то одну статью обсуждать. Это обычно делается на странице обсуждения статей. Но если они обсуждают тему в целом, то это обычно делается внутри проекта, в рамках одного проекта. Координационные списки создавать можно. Значит, вот собственно говоря, по белорусским разделам. 6 апреля 2006 года был создан белорусский раздел Википедии. И там писал кто во что город с точки зрения лингвистики. То есть там и на Тарашкевице были статьи и на нормативке. И возникла проблема. Начал человек писать статью на Тарашкевице, кто-то пришел, начал ее дописывать на нормативке. Или переписывать на нормативке. Он говорит, а я хочу на Тарашкевице. Он говорит, а я хочу на нормативке. Тогда они решили так. Давайте, если кто-то начал на Тарашкевице, эта статья будет на Тарашкевице. Кто начал на нормативке, статья будет на нормативке. Опять возникли проблемы. Если на эту тему кто-то начал на Тарашкевице. Я ж на эту тему уже на нормативке написать не могу, а я хочу, чтобы была на нормативке. В итоге развелись на два отдельных раздела. С тех пор идут разговоры об объединении. На самом деле технически можно, но есть большие сложности. В китайском разделе есть пример, у них есть несколько версий китайского. И там у них в рамках одного раздела какие-то подстраницы на одном или на втором языке. Вот так, по-хитрому, сделаны. Значит, у нас два раздела на Тарашкевица, которые, ну, собственно, изначально создавались, белорусский раздел создавался на Тарашкевица, но отдали под нормативку, значит, вот этот самый B. Значит, Тарашкевицу перенесли на BxO. Раздел. Ну, и поскольку у нас создавалась первая, не 46, а 43 850, вот на сегодняшний день, а на этой 42 050. Значит, в Наркомовке работает меньше народу, чем в Тарашкевице, пока. Но это ненадолго. Я думаю, что в Наркомовке будет больше. Число носителей Тарашкевицы достаточно стабильное. Да, они очень активные эти ребята, но число носителей Наркомовки намного больше, и, соответственно, потенциальное число участников на Наркомовке вышло. Чем на Тарашкевице. Ну, это мое личное мнение. Ну, посмотрим. Дай Бог, что называется всем здоровьем. Там отживается какая-то конфидная ситуация, конечно, Тарашкевицы. Буквально пара участников, которые чего-то там друг на друга бочки катят. В целом, совершенно конструктивное сотрудничество. Мы с ребятами встречаемся в среднем раз в полгода. Собираются и участники на Наркомовке, и Русского, и Тарашкевицы. Совершенно нормально обсуждают вопросы, сотрудничают, помогают друг другу. Я знаю и тех, и других. Жаль, что мы сегодня не смогли прийти, ни те, ни другие. Но это опять же, в русском разделе хватает. Ну, два года вы только-то расчете на Комму. Есть некольки латинок, есть арабицы, есть масса авторов. Есть мельские, есть... А с десятки википедий, десятки правописов, они как-то не охотят. Их нет в википедии в виде языковых разделов. Ну, могут быть. Теоретически, да, если вы докажете фонду википедии, необходимость такого раздела, и что число потенциальных национальных читателей и писателей, и решать определенные разумные признаки. Я не знаю. Это с фондом. Есть, ну, на очень специфичных языках, есть на Волопюке, на каких-то там, на каталонском есть. Я уж не знаю, что отличается от испанского, но есть отдельный раздел на каталонском языке и довольно развитый. Отвознивается. Нет, ну, понятно, что отличается, да. То есть есть на очень специфичных языках. Я знаю, что есть Simple English. Simple English есть, да, вот хороший пример. Из Перанто. Из Перанто довольно богатый раздел, там больше стадочных читателей. Да, два норвежских, да, есть два норвежских раздела. Да, вопрос будет стоять в первую очередь о числе носителей языка, то есть потенциальных читателей, для кого вы создаете эту энциклопедию, и число потенциальных авторов, кто будет в нее писать. По идее, вот то, что мы планируем, дублевать артикулы, когда их немало. Немало проблемы? Дублевать, как и там, и там, и там, и там, и там, что, ну, таки, кто куда-нибудь зашукать, неведомо. Пожалуйста. Когда я гляжу, я белорусскую википеду не так часто гляжу, потому что с белоруссией столько и меньше, понимаешь, право. Но когда я гляжу, то зачем там только артикулы? Ребята из Тарашкевицы и Норматики очень часто друг друга переводят статьи. Это же, ну, пару слов поменял, и все. Статья, в общем-то, переводится очень быстро. Это не с английского переводить. Поэтому, собственно говоря, в наркомовке число статей приближается к числу статьи Тарашкевица. Они просто быстро переводят то, что в Тарашкевице в своем месте. Что Тарашкевица, то есть картинками? На самом деле вопрос с картинками, он, как я уже сказал, не принципиален, если ставить свободное. Потому что они для всех одинаковые. Берете с Викисклада ссылку и все. Она для всех одинаковая. Лучше с картинками может быть только по одной причине. Что там более лояльно относятся к защищенным. У них более, допустим, ну, менее жесткие правила по критериям расхода использования. Но это проблемная вещь. И первая же проблема, которая докатится до фонда. То есть, ну, внутри раздела они, конечно, могут там делать что угодно. Но если, не дай бог, в юридическую службу фонда, в какие медиа поступят, претензия, что у них там дохрена картинок, которые защищены авторскими правами, это нарушает права авторов, то фонд им быстро даст по черепу. Они либо уберут все картинки, либо фонд грохнет им раздел. То есть в этом плане будет... То есть в русском разделе к этому относятся более жестко. А январь это кто? Участники раздела Тарашкевица. То есть это участники, их не так много. Это буквально несколько десятков человек вообще, а постоянных, если брать, то это, ну, человек 15-20. То есть те, кто вот изо дня в день, там, хотя бы там раз в день заходит, что-то делает. А так это, ну, может там полторы сотни народа будет. Да нет, конечно, в статье пишут, что один человек зашел, написал, ушел, спорщик. Или он там заходит раз в год, делает эту правку. Активным участником считается тот, кто хотя бы там раз в день, раз в два дня заходит, что-то пишет. На самом деле, ну, по-разному же можно верить активность. Вот я исхожу из этого, потому что пускай википедии... Нет, нет понятия принятый объем. Нет такого понятия. Вы можете поправить одну букву, то участник полноправный участник. Но вы можете составить такую рейтингов. А у меня больше, у меня меньше, у меня так же... Это не отражается на ваших правах как участника никак. Это никакого не имеется. Абсолютно. Вы можете поправить одну букву и дальше идти спорить о том, как надо писать в Википедии. Скажите, вот, можете посоветовать принципиальный момент? Когда лучше тексты подписывать своей фамилией, когда псевдоним? Есть ли какие-то правила? Тексты в Википедии не подписываются. Вообще не подписываются. Вообще. В статьях ничего такого нет. Это коллективный труд. То есть как бы анонимный все. Она анонимная, да. Совершенно верно. Авторы остаются в истории правок абсолютно автоматически. В тот момент, когда вы вносите правку, эта правка записывается. И в истории статьи видно, кто ее внес. Если вы анонимно редактировались под IP-адреса, записывается IP-адрес. Если вы из-под учетной записи своей зарегистрированной, остается имя учетной записи. А чем мне отличается IP-адрес от учетной записи? Учетная запись отличается тем, что у вас есть некое имя, никнейм, да, под которым вы редактируете Википедию. Вы залогинили. Любое, да? То есть не надо ни паспорт, ни паспорт. Абсолютно. Абсолютно. Конечно, никнейм. Если вы неким шином регистрируете, если постоянно уживаете... Да, и потом логинить, если после логин пароля вы под этим именем там действуете. Да, так же, как там в Фейсбуке или не знаю еще где-то. Обычная учетная запись. Можно редактировать анонимно. Вообще, под IP-адреса не логинить. Марк, у меня вопрос будет сложный. Да, пожалуйста. Ответ считайте консультацией. В общем, суть такова, что существует, если нет некая философская концепция. Распроцовано и опубликовано. Автор Беларусь опубликовал. Независимых источников или самоопубликация? Он заплатил деньги, оно издалось в плане... В научном издательстве? Нет, это отдельная книжка. Отдельная книжка. Потом разместили ее на сайте, в интернете. Тоже вот с этими, просто книжкой, только проекция. Ну и... Насколько реально размещение в Википедии? Нет, справа не в этом. Справа в том, что то, кто ведал, люди начали откоростаться. Так, понятно. И она начала просылать. То есть, потом люди начинают посылаться, альбомент. Нужно просто разместить опишение, что есть такая... У нее есть название, название книги, издана там-то и там-то, размещена в интернете. Просто вот такую информацию, как можно... В Википедии не доска объявлена. Это вот как раз из первого столпа. В Википедии энциклопедия не доска объявлена. Если вам что-то нужно кому-то сообщить, это не через Википедию. То есть, надо ее описать. Если она значима... Просто я тому, что ссылка. Ссылка может быть, да. Если на предмет описания может быть внешняя ссылка, конечно. Но, это вопрос значимости. У меня, например, в данном случае, по вашему описанию возникает вопрос. Скажем, в русской Википедии это бы вычистили в два счета. В белорусской. В белорусской, возможно, не вычистили. Это зависит от консенсуса сообщества участников. Но она имеет название. Важно. Понимаете, на свете существуют мои носки. Это абсолютно достоверно установленный факт. Я его могу подтвердить, сняв кроссовки. Но это не значит, что о моих носках нужно писать статью в Википедии. Набрать статья будет про марксизм? Думаю, да. Думаю, да. Но здесь то же самое. Нет. Почему? Потому что марксизм. Это значимость. Исторически значимая концепция. Да. Вопрос, кто не знает. Значимость. Понимаете? Когда на основе этой философской концепции произойдут социальные революции в сотни стран, и пройдет некий социальный опыт использования этой концепции в реальной жизни в сотни стран, когда, может быть, скажешь, это то же самое. Скажи на ту книжку рецензий, написанный там на Вукоусе. Две штуки там. Две научных рецензии? Окей. Окей. Если есть на нее научные рецензии, там. А если нет, ум. Внешне, независимые от предмета источники, должны обратить внимание на данный предмет и подробно его описать. Тогда на основе этого самого описания, на основе самой философской концепции, а на основе вот этого внешнего, по отношению к ней описания, пересказывая эти самые рецензии, это и будет статья об этой философской концепции. Но научные рецензии должны написать как-то рецепт. Конечно. Неафилированные. Да, то есть не брат его, да, не подчиненный по работе, да, а антигрозыник. То есть две достаточно. Две достаточно, да. Две научных рецензии достаточно, чтобы описать данные. Ну, опять же, смотрите, если описывать это как философскую концепцию, может быть, даже недостаточно две научных рецензии, но как книжку. У нас есть 20, мы можем указать. Понятно. Если много, вопрос признания в науке, да. Если это научная концепция, следует продемонстрировать ее признание научным мейнстримом. Это мейнстрим или это маргинальная теория? Если это мейнстрим, нет права. Есть значимая маргинальная теория. А если маргинальная? Есть значимая маргинальная теория. Если их критикуют массово, это значимая маргинальная теория, о ней нужно писать. Но о ней нужно писать как? Как о значимой маргинальной теории, а не как божьем откровении. То есть что о нем пишут научные источники об этом предмете, то мы и пересказываем. Если я написал статью «Отрицание Холокоста» в русской Википедии, она остро критическая статья. И время от времени приходят товарищи с особым складом мозга, которые говорят, что эта статья не нейтральна. Она не соблюдает нейтральную точку зрения. Я говорю, извините, я излагаю отрицательные источники, как есть. Если они ее критикуют, это здесь причем. Это нейтральность и есть. Принципиальный момент. Сейчас уже прошла эпоха постмодернизма, когда изменилась конвенция. То, что было значимо когда-то, сейчас незначимо и наоборот. Если какой-то объектив в Википедии, почему я говорю? В Википедии значимость не удачивается со временем. Смотрите, мы сейчас в рамках проекта «Открытый университет», который не признает академическую структуру. То есть, с точки зрения одного из философов во время открытия это прозвучало, нет вообще в Беларуси. Нет академии. Это точка зрения маргинально. Ваковский журнал – это полная ерунда. То есть, и как? У нас получается сейчас вот на этот проект... Мы сейчас в маргинальном проекте. То есть, мы находимся в маргинальном проекте, но это актуальный маргинальный проект. Он актуальный, но он еще не факт, что значит. Как нам доказать, что наша встреча более актуальна в рамках здесь, чем в Академии наук? Вот этот момент. Никак. Пробивается или не понимается? Это не в Википедии надо делать, это надо делать во внешнем мире. Википедия отражает внешний мир, а не является местом доказательства чего мы такие. То есть, надо, чтобы в Ваковском журнале написали, что вот такая глупость есть. И тогда об этой глупости мы напишем, что это глупость. Именно так. До тех пор, пока Ваковский журнал не заметил этой глупости, ее нет для Википедии. Как только он ее заметит, она будет. Марк, а если в каких-то, так сказать, научных журналах за границей пишут о том, что это не глупость? В Википедии международный проект. Да, да. Более того, желательно для исправления системных вот этих отклонений, про которые я говорил, опираться на зарубежные источники. Это очень важно. Да, да, да. Не замыкаться в свое. Ведь языковой раздел, это не белорусский раздел в республике Беларусь. Да, я так и поняла. Это международный раздел на белорусском языке. Совершенно верно. Мы должны в белорусском разделе писать не только о белорусских проблемах. Совершенно верно. Мы должны написать о футболистах Замбии в белорусском разделе на белорусском языке. И пусть читают те, кому это интересно, да, и пишут те, кому это интересно. Мы должны написать об общемировых проблемах, имеющих общемировое значение. Если этот футболист играл в чемпионате мира, то неважно, из Замбии он из Нидерландов, из Белоруссии, из Китая, он значим. И о нем надо писать. То же самое касается источников. Если мы будем опираться только на белорусские источники, это будет как это? Ну, своя кастрюль. Это будет нейтрально. А вот нахождение в национальном разделе Википедии определенный срок? Нет, в национальном разделе языковой. В языковом разделе. Ну, какой-то определенный срок. Является ли это критерием значимости для других? Ни в коем случае. Более того, вы не можете ссылаться на другую статью Википедии, не только там в другом разделе, но и вообще нигде, как на авторитетный источник. Википедия сама для себя авторитетным источником не является, кроме, как было вначале замечено, когда мы пишем о самой Википедии. Если мы пишем о самой Википедии, мы можем на нее сослаться. Но если мы пишем о чем-то внешнем по отношению к ней, мы должны ссылаться на внешнее по отношению к ней источник. Мы не можем ссылаться на статью Википедии. Как источник. Нельзя. То же самое касается естественной значимости. Значимость не может подтверждаться тем, что что-то есть в Википедии или нет в Википедии. Это не аргумент. В Википедии может в любой момент что-то появиться и что-то отдавиться. Это зависит только от того, обратил кто-то на это внимание или не обратил, написал, не написал, то есть это незначимость. Вот такая ситуация. Значит, теперь я пару слов скажу по поводу образования. Мы о многом поговорили, но об образовании, революции в образовании, но пока не сказали ничего. Это самое главное. Смотрите, есть много разных концепций образования. И Википедию обычно воспринимают студенты, а, это то место, откуда мы тырим рефераты. Стандартный подход. На самом деле, для образования все должно быть с точностью, наоборот. Википедия это должно быть то место, куда пишут рефераты. Потому что, собственно говоря, инцептопедическая статья и реферат отличаются между собой очень тонкими нюансами. В целом, это одно и то же. Статья о Википедии. Пересказ и обобщение авторитетных источников по теме статьи. Что должно быть в реферате? То же самое. Поэтому, если вы пишете какой-то реферат, разместите его в статью в Википедии. Если он пройдет по Википравилам, это отличный реферат. Если эту статью признают хорошей или избранной, например, в русском разделе, можете считать, что вы написали диплом, а то и научную работу. Потому что там, где много участников, ну, про белорусские разделы, увы. В одном из них, я не помню, в каком даже нет понятия вообще хороших статьи. Белорусский раздел или опять-таки... Белорусский Е. Их два. В одном есть конкурс хороших статей, то есть качественных, а в другом нету, я не помню в каком. Мам, я вот все-таки, вот задали вопрос, я опять, я белорусско-молный или белорусский... Нет, белорусско-язычный Е. Сделать только языковые. Других не бывает. Я когда говорю белорусский, это имеется в виду белорусско-язычный. Совершенно верно, да. Значит, очень мало участников. Некому выбирать и рецензировать там статьи. Человек не может разбираться во всем на свете. А в русском разделе участников много и на любую тематику найдется заинтересованный человек. И не один. Поэтому, когда в русском разделе кто-то выставляет статью, номинирует ее, ну, проект хорошая статьи, проект избранная статьи, номинирует свою статью и говорит, она достойна получить синюю звездочку или желтую звездочку, набегает толпа, желающих покритиковать. Да, экспертов. Еще эксперты бывают самые разные. Все на пользу. Как я уже говорил, когда дилетант и профессионал совместно напишут статью, у них будет то, что надо. Когда набежит толпа самого разного народа покритиковать и порекомендовать, как улучшить, в итоге получится прекрасно. А что это значит? Каждый что-то забрать. Это означает, что эта статья проверена участниками Википедии многими на соответствии к критериям качества. Правый верхний угол, обратите внимание. Сейчас я открою какую-нибудь статью. Например, вот тоже отрицание Холокоста, про которое я говорил. Отрицание Холокоста. Открываем статью. И видим в правом верхнем углу желтую звездочку. Это означает избранную статью. Обратите внимание на ее размер. Количество сносок на источнике в данной статье. И так далее. То есть, когда оформляется вот таким образом. Вот звездочка правый верхний угол. Если звездочка синяя, это так называемая хорошая статья. Звездочка желтая, это избранная статья. Отличаются они между собой полнотой изложения материала. То есть, в хорошей статье материал может быть недостаточно полным. То есть, он не до конца, не полностью раскрывает всю тему идеально. Избранная статья, это статья безупречная. Которая уже, ну вот, никто не может доколупаться ни по какому вопросу. Это не значит, что она завершена раз и навсегда. Всегда будут какие-то еще улучшения. То есть, ну, как это сказать. Идеал не достижим. Нет предела совершенства. Да. Нет предела совершенства. Но эта статья полностью соответствует всем правилам Википедии. Претензий к этой статье по правилам нет. Да. Вот. Объем избранной статьи. Бывают и поменьше, конечно. Обсуждение. Это ты, кто писал, ты артикл, куда тебе пропонувают к обзорчику далее? Может любой предложить, но обычно автор предлагает, конечно. Основной автор. В статье может быть несколько авторов. Обычно основной автор, который довел ее до такого состояния, в котором он считает, что она уже может быть. Претендовать. Да, претендовать. Это обсуждение данной статьи. Обратите внимание, вот здесь и ссылка на архивы обсуждения. То есть, если взять только обсуждение 2010 года, это вот. Количество просмотров я вам сейчас скажу. Одну секундочку. Общее не скажу, а за некоторый период скажу. Статистика посещений на странице вот здесь. Можно посмотреть по каждой статье. Значит, сейчас в среднем ее читает порядка 200 человек в день. Эту статью. Сейчас. Когда она была признана избранной, она ставится на заглавной в ротацию. На три дня. За три дня ее прочло более 30 тысяч человек. Пока она стояла на заглавной. Три дня? Да, 10 тысяч человек в день. Скажите, у вас какая-то там ссылка на вас есть? Да. То есть, можно сказать, что... Там нет моей фамилии. Стати анонимно, да? Нет. Значит, вот здесь есть Pissimist 2006. Вот это моя страница в Википедии, моя персональная. Каждый участник может себе делать такую страницу и любую другую. Тут у меня куча всяких избранных статей, наград, мои взгляды на Википедию, мои достижения, успехи. Это открытая страница. Да, это открытая, свободная. Любой может зайти, это все почитать. Может на моей странице обсуждения со мной обсудить какие-то вопросы, которые меня касаются. Это паспорт или все у вас? Нет, конечно. Pissimist 2006 у меня в паспорте не написано. Здесь написано, меня зовут Марк. Больше я о себе здесь ничего не говорю. Ну, а еще говорю, что вот тут есть пару шаблонов, что я по знаку Зодиака Лев, там живу в Минске, там, и родился 19 августа, и мужчина. Ну, или просто, ну, я как-то не понимаю. В поисковике найти на Макс Бернштейна, что ли? Марка Бернштейна найдете в поисковике. Вас выкинет на статью в традиции в Викиреалити, скорее всего. Там пришло, ну, почему-то ссылка на «Янталь» была. Не знаю, «Бернштейн» это просто «Янталь» в переводе с немецкого. Вот. Значит, если набрать, то где-то я не гугляю. Значит, ну вот, это моя страница в Википедии, «Пессимист 2006». Моя книга участника. В Википедии запрещается раскрытие личных данных, если сам участник этого не желает. То есть, извините. Категорически запрещено. То есть, в России нельзя никому говорить, что вы назвали свой «Янталь»? Нет, нельзя писать в Википедии, что моя фамилия Бернштейн, условно говоря. Потому что в Википедии этого нельзя не писать. Ну, и третьим людям, кто не присутствовал в этой аудитории, тоже нельзя писать. Нет, вы можете рассказывать где угодно и что угодно, об этом нельзя писать в Википедии по Википравилам. Поймите, Википедия не регулирует внешний мир. То есть, если я здесь себя назвал, то понятно, что кто-то меня назовет. Об этом пишут в Викиреалити, но я не могу их отрегулировать и не собираюсь этим заниматься. И мне это неинтересно. То есть, это не страшно? Да, это не страшно. В Википедии этого писать нельзя, потому что в правилах Википедии нельзя раскрывать об участнике то, что он сам о себе не раскрывает. Вот и все. То есть, если я сам о себе в Википедии не пишу нечто, то этого писать обо мне в Википедии не нужно. Если захочу, да. Тебе здесь позволяют? Конечно, пожалуйста. Я могу написать свое имя, фамилия, паспорт. И банковский работник. И банковский счет. Нет проблем. Но после этого вы уже эту информацию скрыть не сможете. То есть, грубо говоря, если кто-то будет писать, что вы такой-то, вы не можете ему сказать, что вы раскрываете мои личные данные. Он медленно найдет полуторагодичной давности праху, где вы это написали. Есть ресурсы для технических запрещенных, независимо, хочет этого человека или нет. То есть, какие-либо про себя информации. Здесь, наверное, и есть, но в Википедии по желанию. По желанию. Уже нам сказали. Я только сюда поправляю, вам поставили еще. Ауторские правы нах, это занимается. Вот, собственно говоря, по вопросам качества. Копировать ваши паспортные дядины можно кто за угодно и кольки за угодно. Значит, так вот по поводу образования. С моей точки зрения, Википедия – это наилучший способ самообразования, какой я только знаю. Почему? Потому что для того, чтобы написать такую статью, как я вам сейчас показал, нужно проработать несколько сотен источников по данной теме. Что значит проработать? Это их надо прочесть. Их надо понять. И их надо обобщить и изложить. И поверьте мне, что когда вы прочитаете 300 источников, обобщите их, структурируете и сделаете изложение, то лучше, чем вы, эту тему никто не будет знать в окружении 2000 километров от вас. Вы можете после этого идти по этой теме и читать лекцию в университете. Вот по отрицанию Холокоста я могу читать лекцию в университете, и никто лучше меня эту тему на расстоянии 2000 километров не знает. Я могу это гарантировать. Две рецензии для значимости, а про чтение сколько рекомендуется от источников прочитать? Для избранной статьи несколько сотен. Поро сотен. Вот это 200? 200-300. Ну, можно и 150. В хороших статьях у меня обычно под сотню источников. Это меньше будет больше. Бывает несколько десятков достаточно. Это на самом деле, это очень пальцем в небо тыкнуто. Можно по трем книгам написать избранную статью. Но сложно. Лучше привлечь еще источники про эту тему. Глядя, какая тема. Конечно. Есть же темы на яких больше трех книг не могу, что и быть не может. Конечно. Поэтому вот три книги еще. Означность есть. Да, значимость. Мне долго это было 30 книжек почитать, чтобы книжку написать. Три источника на странице. Ну, на два, триста, сто страниц. Такие требования почитать. Ну, вы можете считать, что я написал. Ну, это, конечно, не диссертация, потому что здесь новизны нет научной. Диссертация должна обладать научной новизной. В Википедии это категорически запрещено. В Википедии не должно быть научной новизны. Если ее там поймают, ее оттуда удалят. Как только приходит участник и говорит, это же научная новизна. Как же это самое? О, научная новизна. Журнал. До свидания отсюда. Это не сюда, это вон туда, в научный журнал. С научной новизной. Когда вашу научную новизну опубликуют в Аковском журнале, приходите. Мы тоже из вас. А до тех пор непризнанная в энциклопедии не признана. Энциклопедия это то, что уже где-то стало мейнстримом. Вот, собственно говоря, и все. И в вопросе образования, с моей точки зрения, университетам, любым учебным заведениям, нужно внедрять Википедию в практику самостоятельной работы студентов с методическим контролем за тем, что они делают. Потому что, если он просто написал статью Википедию, это еще не значит ничего. А если он написал избранную статью, смело ставьте ему высший балл, потому что те бесплатные для вас, как для преподавателей, халявщики, волонтеры, которые в Википедии эту статью продрали по всем параметрам, поверьте, один человек столько не сделает и никак не сможет сделать больше, чем те десятки людей, которые проверяют кандидатов на избранную статью. То есть он избавляет преподавателя, а эти люди избавляют преподавателя от необходимости чего-то проверять и перепроверять. Так перепроверят, что мало не покажется. Каждой запятой придется, каждому сомнительному тезису приклеится. А где у вас ссылка на это? А это не нейтрально изложено. А еще есть источник такой-то, почему вы его не учли? Неполное изложение тематики. И так далее. 69-й год уже интернет? Интернет был запретен в 69-м году. Подождите, а то, что было во время войны? Ну это не в теперешнем мире. Да, это в сети. Нет, но все равно сети, тем не менее. Ну интернета не было как сети. Это, во-первых, в Соединенных Штатах, во-вторых, это военная сеть. 69-й год? Нет, это вот самое было. А, это в 33-м году? Да. Когда они сделали военную сеть, которую потом подключили в университеты. Вот с момента, когда это вышло за пределы внутренней военной сети... Но можно говорить, что военный проект изначально. Изначально военный, да. Интернет изначально был военный. Изначально военный? Да, но он так бы и остался узеньким военным проектом и никогда бы ничем не стал, если бы они не раскрыли его наружу и не дали подключение университетов. Как только начали к этому делу подключаться американские университеты, вот это была революция. А это какие годы тогда уже? 1969-й. То есть это вот 69-й, это вот когда вышло за пределы военных разработок. Все понятно. Ну это особенность американской системы. Да, это особенность американской системы. Там у них, если вы изобретаете по заказу военных, то пять лет сохраняется секретность, военные пользуются сами. Пять лет прошло, все, до свидания. Значит, World Wide Web это была следующая революция, когда появился Всемирный Осетий, когда появились странички, которые мы сегодня видим, потому что тот интернет, который был в 69-м году, никаких страничек не существовало. Технологий еще не было. Третья революция, с моей точки зрения, 2001-й год, создание Википедии. Потому что с этого момента знания, которые раньше просто где-то лавинообразно нарастали, раскидывались непонятно где, непонятно как, и чтобы что-то найти было практически невозможно, на сегодняшний день вы набираете в гугле, щелк, у вас оно есть. Откуда оно там берется, люди не задумываются. Такие же люди, как мы, пишут эту Википедию. И с каждым днем все больше, все лучше и все интереснее, все улучшается. И этот способ коллективного написания, коллективной оценки, коллективного труда, волонтерского, без каких-либо отчислений, без надежды на какое-то дополнительное вознаграждение, создал вот это чудо, эту революцию. Какая будет следующая революция, я не знаю, но с моей точки зрения, это вот хронология революции. Википедия на сегодняшний день это самый используемый справочный ресурс в интернете. Я был в марте месяце в Израиле на конференции по неформальному образованию, и там выступал, значит, министр информации Эдельштейн. Он сказал, что вот мне когда-то мой друг сказал, что самое массовое неформальное образование это Нью-Йорк Таймс. Ну, имея в виду, что это все. И я когда свой доплату в Википедии там читал, я сказал, что уже мой министр отстал на 10 лет. Потому что с тех пор, как ему рассказали про Нью-Йорк Таймс, самое массовое неформальное образование это Википедия. Люди берут оттуда информацию, черпают. И туда ее пишут. По которому никуда не взят. По полу открывает радиус, базовый радиус свободы, только что русские отпределяют. То есть Википедия могла прописать про то, что министр 10 лет назад считал, что Нью-Йорк Таймс шла. Это было 10 лет назад. В сегодняшний день уже Нью-Йорк Таймс неактуально. А между нами в Википедии. На этой же книжной полке стоит Википедия. Кто еще стоит на полке? Кто лучше, кто хуже? Есть ли какие-то претенденты, конкуренты, друзья? Значит, проектов-форков огромное количество. Форк-проекты называемые. Ни один из них не может приблизиться даже на порядок к Википедии. Но могут быть узкотематические проекты, например, может быть какая-нибудь аналогичная энциклопедия фантастики, в которой будут признаны более низкие критерии значимости. И там будут описаны какие-то фантастические герои или сюжеты, которые из Википедии будут удалены по причине того, что они будут признаны энциклопедически незначимыми. Но в энциклопедии фантастики они будут значимыми. И там это будет, и там это можно будет найти. Я видел совершенно потрясшую меня на движке, на том же движке Википедии, сделанную французскую энциклопедию на французском языке Викиберал. Это энциклопедия либерализма. Там не очень много статей, по-моему, порядка четырех тысяч, но все вопросы, связанные с либерализмом, там описываются энциклопедии. Есть огромное количество всяких тематических проектов, но они узкие в своей сфере. Попытка повторить Википедию обречена на провал. Потому что какой смысл делать дубликат? Все, кто пытается делать Википедию вне Википедии, проваливаются. Вот традиция, которая считает, что в Википедии сидят злобные русофобы, но у них 20 тысяч статей. Причем в основном они из Википедии им протонули, потому что свободная энциклопедия, и пытаются там переделать под себя. То же самое касается других. То есть из Википедии копируют статьи в огромном количестве, но кроме копирования дальше-то ничего не происходит. Потому что писать людей в Википедию. А у них там... То есть можно сказать, что по сути поглощают. То есть это отражение проектов. Все, что делается, это как бы часть Википедии получается. Ну, они где-то что-то берут из Википедии. В основном берут. Те, кто пишут свое, это очень маленькие проекты. Я в свое время обсуждал, есть такой Пинхас Полонский, ну, религиозный мыслитель, социолог, кстати, в Минске, по-моему, защищался, в Израиле живет. Значит, он создал еврейскую энциклопедию по названию Ежевика. И когда он ее создавал, значит, он со мной советовался, несколько участников из Википедии активных ушли туда, к нему, в Ежевику. Как это сказать? Ну, конечно, Википедия что-то потеряла. Но, можно сказать, отряд не заметил потери бойца. Из Википедии пришли новые люди, которые продолжают писать по этой теме, их очень много. А у него в Ежевике человек 20, которые пишут на еврейскую тематику. А, на еврейскую тематику, да. Он создает свою еврейскую энциклопедию. Он импортанул из Википедии все статьи, которые касались евреев, сионизма, Израиля, иудаизма и так далее, и пытается это улучшать. Что его не устраивало в Википедии? Ну, во-первых, критерии значимости, опять же, да, то есть многое по этой тематике оттуда удалялось, потому что признавалось незначимым. А он считает, что это важно, евреям надо об этом знать, читать и так далее. А и вторая вещь, которая его не устраивала, это конфликт. Потому что там есть антисемиты, там есть антисеонисты, там есть и так далее. Он решил, что мы тут будем, вот соберемся своим кругом и всех этих гадов, значит, к себе не пустим. Я ему сказал, Пинхасберг, одно из двух у тебя получится. Или ты останешься вот таким узеньким форком, сами пишем, сами читаем, 20 человек, да, и многого не сделаете просто потому, что у вас сил не хватит людей, да, в сутках 24 часа человек не бесконечный, да. Либо, говорю, ты слабоношность, той же самой проблемой, от которой пытался уйти из Википедии. То есть, когда к тебе придет 10 тысяч человек, даже если ты их будешь под лупой рассматривать на то, антисемиты они или нет, там, где будет два еврея, там будет три мнения. И вы будете спорить уже о своем родном, но еще более жестоко, чем ты спорил в Википедии с антисемитами. И у вас будет, воспроизведется та же проблема на новом уровне. И, говорю, других вариантов не будет. Или у тебя будет узкий круг единомышленников, или у тебя будет огромное количество разных людей с разными взглядами, и вы будете спорить, и по-другому быть не может. Ну, пока моя правота подтверждается жизнью, он сидит с узким кругом единомышленников. Я, говорю, сказал, что я очень рад был бы, Пинкас, чтобы у тебя вместо узкого круга единомышленников было огромное количество участников, которые написали по миллион статей о евреях, Израиле и так далее. Но это, говорю, на мой взгляд, нереально. Ближайшие 5-10 лет. Пока вот так. Пока у него в основном статьи импортированы из Википедии. Но он, он хитрый, он договорился, есть такая электронная еврейская энциклопедия, изданная, по-моему, в 70-е годы, значит, достаточно большая. Он с ними договорился, значит, чтобы они все свои статьи отдали в ежевику. И он импортанул всю электронную еврейскую энциклопедию еще туда. То есть у него статей стало много. Другое дело, их все нужно перерабатывать, дорабатывать, обновлять. Обновлять. Извиняюсь, статьи, которые написаны в 70-е годы, устарели многие абсолютно безнадежно. А человек 20 лет. А статей уже тысячи. Ну, и куда. А это же, извиняюсь, тоже все добровольное, бесплатное. Добровольцы, волонтеры. Им еще кушать надо иногда, а с семьей иметь дело. Вот, собственно, на чем поречь. Чтобы добровольцы, волонтеры создавали энциклопедию, должно быть очень-очень много. В Википедии их очень много. А в белорусских разделах, к сожалению, пока маловато. Почему я и говорю, что у нормативки, с моей точки зрения, больше потенциал, чем у Рашкерица. Потому что носителей потенциальных, которые могут прийти, больше, намного. Вот в чем проблема. А у Рашкерица, к сожалению, мало. Вот в чем проблема. И только поэтому я считаю, что нормативка имеет лучшие перспективы, чем у Рашкерицы. Есть аргументы его двородные. Дай Бог, пусть цветут сто цветов. А я стали снова такие-то. Как на мою думку, лучше дублевать. Пусть цветут сто цветов. То, что читают, то и... На самом деле, если работают волонтеры, они делают то, что им нравится. Завтра у нас в школе начинается укладать Рашкерицы, и все. Но, понятное дело, если ситуация искренне. Понятное дело, если завтра мы перейдем на китайский, то... И отражает внешний мир, да? Понятно, что если завтра в школе все начнут преподавать китайский, то китайская язычная Википедия прирастет огромным количеством статей о Белоруссии и белорусской жизни. Пока она не очень прирастает. А уже так ведающие? Мне расповедали наставники, что у нас шматы каких школ изъявились. Да, как второй язык. Ну, я не думаю, что на этом языке будут писать многие китайские. Мало того, у нас квартальчик изъявится у миллиона китайцев. Ну, квартальчик, да. Ну, все, не требует решить, что кто-то... Есть, кстати, в Белоруссии люди, которые пишут в английскую Википедию, я знаю несколько человек, которые пишут, которые, ну, знают английский на таком уровне, что могут на нем писать энциклопедические статьи. Я, к сожалению, не могу. Я и на белорусском не очень-то могу. То есть могу, конечно, но мне это тяжело, поэтому пишу в русскую. А в белорусскую я свои статьи перевожу. Если я написал статью на 300 килобайт, то я преамбулу переведу в белорусскую. Пусть будет хоть преамбул. Ну, в нормативке. На Трошкирице я, к сожалению, вообще не могу, потому что не влаживаю лексикой. А в нормативку я свои статью. Там не лексика, это правопись. Там только правопись. Ну, а лексика тоже? Нет. Лексика, это только правопись. Это правопись. Нет, есть же слова, которые отличаются. Нет, нет, это слов не ковыридж. Понятно. Ну, я в этом не разбираюсь. В школе я учил нормативку. Поэтому все, что книги я читал на нормативке, а то, что я читал на Трошкирице, не дает, к сожалению. В школе теперь уже поменялась реформа 2060 года. Ну, в общем, да. То есть, на самом деле, на моих статьях в нормативке тоже стоит сверху шаблон проверить орфографию. Потому что я еще буквы пропускаю регулярно. И русскую ставлю иногда. Так что, ну, то есть, вот на чем могу, на том пишу. Думаю я по-русски, поэтому пишу в русскую. Кто думает по-белорусски, конечно, ему легко писать в белорусскую. Если остались вопросы, пожалуйста, если... Ну, вот сегодня, как бы, вы так разговаривали про энциклопеды. Да. А в принципе, википеды, как, ну, такая зьява, зараз, то есть... Социальное. Водное слово такое, краудсорсинг. Да. То есть, ну, это калибр из интернета, великая курькость людей. И, в принципе, я думаю, технологию эту, ну, википеды можно применять для выращения, там, любых пытаний. То есть, наоборот, то есть, там, библию прокладаете, там, я думаю, что за водоргист. Да, это, кстати, тоже вот аспект, как бы, революции в образовании, да, то есть, это можно, технологию создания википедии можно применять для очень разных проектов. Я видел проект переводческий, он, как бы, вот был какого рода, значит, берется некий источник, который надо перевести, там, ну, например, с английского на русский, да. Никто никому не платит, опять же, чисто добровольческий волонсерский проект. Каждый делает свой вариант перевода, а потом выбирают лучший. Да. То есть, вот так. Вот, не коллективный, а один перевод все пишут, да. А по это самое. Ну, можно писать один перевод всем, так же, как википедию. Какие проблемы? Ну, раз, приходит любой участник, улучшает перевод. Если есть заранее задуманные принципы, на которых это должно строиться, то есть, которые позволяют отличить улучшение от ухудшения, да, если такие принципы есть, это будет работать. Ну, в принципе, правило это первичное такое, на такой источник. Ну, я по истории там было. Понимаешь, проблема, если нет правила, которое позволяет отличить улучшение от ухудшения, то будет просто бардак. Тогда не будет, как это сказать, накапливаться качество. Вот это они и есть. Они позволяют это делать. Первые три содержательные, то есть они позволяют отличить улучшение от ухудшения и позволяют накапливать качество статей. Вернее, как? Первые два, точнее. Первое, это энциклопедия, что это вообще самый общий принцип. Второе, это нейтральная точка зрения, опора на авторитетные источники проверяемости. Третье, это свободная лицензия. То есть свобода работы над этим. Четвертое, отношение между участниками. И пятый, не забываем, цель первичного правила, вторичное. Правила не нужны сами по себе, а нужны только для улучшения энциклопедии. Вот, собственно говоря, то есть пять столпов определяет лицо энциклопедии. Содержательное, это второй столб и первый. Первое, что это энциклопедия, а второе, что она нейтральная, на авторитетные источники опирается. Третье, это свобода лицензии. То есть может быть и несвободная энциклопедия. Раз, почему бы нет. Как вариант возможен. Ну, под несвободными лицензиями. Четвертое, это взаимоотношение между участниками. Оно не касается содержания, но оно касается того, чтобы приходили люди. Иначе люди приходить не будут. И пятый, цель первичного правила, вторичное. То есть можно любой проект создавать, комбинируя похожие принципы. Ну, вот, зараза здесь я уже с годом занимаюсь, у меня такая идея, проект, ну, кшталт википедии, а ли за место артикулов будут особные проекты. Выкаю, что люди занимаются некими белорусскими проектами. И вот, если там есть волонтеры, которые могут улучшаться, там, консультанты, которые могут это всегда любить. То есть, видите, кого на вашу дом кучу есть, в принципе, перспективы, и снова это не будет. Вам нужны первый и второй столб для этого продумать. Что это за проекты? То есть википедия понятно. Это энциклопедия. Дальше раскрывается, что это такое. Что это у вас? То есть для чего они туда приходят? Первое. Первый столб. И второй столб. Что там должно быть, как отличить улучшение от ухудшения? Вот если эти две вещи у вас будут, перспектива есть. Если нет, будет бардак. Ну и опять же, вопрос, то есть, ну, четвертый столб, он определяет атмосферу, да. Но если у вас, грубо говоря, нет носителей потенциальных того, чего они туда должны привести, то как вы не улучшаете эту атмосферу, и они не появятся? Википедии может быть любой человек, это, в принципе, третьим столбом определяется, свободой редактирования, да. Любой человек в мире, просто владеющий данным языком, может прийти и улучшать. Поэтому число носителей потенциально очень велико. Причем неважно на какую тему, потому что тема любая. Википедии нет заранее определенного списка тем, на которые там можно писать статьи. Тема может быть любая, главное, ну, уровень значимости отсечен, да. Больше ничего. Поэтому приходит огромное количество разных людей. В вашем проекте главная проблема будет в том, чтобы пришли люди, которые заинтересованы в этой теме. Потому что в Википедию приходит человек, заинтересованный в любой теме. Если у вас тематически, то где вот собрать людей, заинтересованных в этой теме? Вот в чем мы будем понимать. Кажется, в двух словах, может, такой вопрос, собственно, который всех подразумевает, наверное, тоже очень скользкая граница, да. В проекте Википедии некоммерческий, да. Некоммерческий. Вы пишете статьи, значит, смотрите, на сегодняшний день мне заказывают платные статьи. Я пишу. То есть, как опытная площадка тренировочная площадка. Как площадка для набора опыта. Опыт набирается, когда вы работаете вот именно в таком коллективном режиме. То есть, когда вы не один пишете статью, когда туда приходят другие люди, с вами спорят, вы доказываете вам свою правоту. Или они вам доказывают свою правоту. Вы привлекаете излучников, вы изучаете все это. То есть, это очень важный аспект. Коллективный режим редактирования, спорные темы, это очень важный аспект. Когда вы пишете статью сам по себе, вы опыт мало набираете. Вы набираете опыт именно в данной конкретной теме и больше ни в чем. А в улучшении качества статей, вот в целом вообще, в понимании, что такое энциклопедия и как должны быть написаны статьи, только когда вы с другими людьми вместе взаимодействуете. Тогда вы кристаллизовываете понимание. Я вот в это как раз не уявляю, тебе не сняла. Вот скажем, ну то же, что теперь два параллельные курсы, мы похожи, там срабить некий, некий курс, артекул. Ну вот добр, там, мы неким чином зарегиструемся, неким чином это пропоним, это артекул не поставим. И что тогда будет далее открываться? Кто их будет? Это зависит от интереса людей к этой тематике. Проблема в белорусских википедиях, как я уже говорил. Нет людей, нет людей. Не факт, что этими статьями вообще кто-то заинтересуется. То есть вы не получите коллективного редактирования в белорусских википедиях. То есть вам нужно либо свою группу создавать, которая будет ходить друг другу в статьи, либо написать ее на российской мове, либо писать на русском, а потом перекладать на белорусскую мову. Или писать на белорусском, переводить на русском и получать бы грант в русском. В этом мы родить не будем. А в принципе, что может отравиться, что когда мы ставим артекул, то он таким выглядит, а вы будете. И никто его там не тронет. Скорее всего, что его никто не тронет. Значит, отповедно, наша задача работать это отразу настолько някосно, как и оно было информационно для всех, кто не будет в этом. То есть писать так, как будто вы ждете туда наплыва врагов. Вот так. Я свои статьи так пишу, потому что я работаю в спорной тематике. И я точно знаю, что рано или поздно кто-нибудь придет и придерется. Поэтому я свои статьи пишу так, чтобы комар носу не подточил. Вот писать так, чтобы комар носу не подточил. Под все правила, самые жесткие, какие только можно из этого вывести. Из авторитетности, проверяемости, нейтральности и так далее. Контролируя сами себя. Вот так. Не давая себе поблажек. Раскрывая все аспекты тематики. И еще раз повторюсь, единственное, что вы можете сделать, это внутреннее рецензирование, когда вы одних участников погоните рецензировать статьи других. И наоборот. Вот так. То есть найти недостатки этой статьи и способы ее улучшения. Это верно доброе, потому что в академичном научальном процессе это верно доброе. Потому что за рассудение бы зародили, а далее это полюбшать. Да, конечно. И очень важно, понимаете, человек сам у автора глаз замылен. Даже если он сам к тебе очень жестко относится. У автора замылен глаз. И когда приходит человек со стороны, все становится гораздо интереснее. И когда друг другу будут статьи рецензировать, искать недостатки, как рецензенты. А я когда думаете, у арты была автоматичная есть некая арт-старт. У любой статьи есть страница обсуждения. И туда писать. Все. То есть правильно понял, мы какой-то текст можем придумать. Уже не сидя в аудитории, можем не обмениваться бумажками. Сразу запускать в Википедию. Прямо там в Википедии все это обсуждать надо. Не надо собираться вообще. И прямо в Википедии и все. Его прямо там можно записать. Внутри. То есть его можно писать, например, если, смотрите, для того, чтобы статья попала в основное пространство, нужно вот написать некий текст, нажать кнопку записать. Если эта статья не завершена, это еще не значит, что нельзя нажимать кнопку записать. Она должна соответствовать базовым принципам. Она может быть не полной. Это совершенно не обязательно. Нет статьи полной, завершенной раз и навсегда. Она должна соответствовать базовым принципам. То есть она должна немножко раскрывать тему, то есть некая преамбула хотя бы на два абзаца, она должна иметь список источников, хотя бы два-три, на которые опирается эта тема, и она должна определение и раскрытие чуть-чуть темы на два абзаца. Все. И да, категорию там ставить надо, но это чисто технический аспект. Если мы сделаем еще техническое занятие, так сказать, по техническим аспектам, я расскажу это. Все, статья записана. Записать, все, она появилась. Дальше угрожайте. Открыл на редактирование, продолжаем. Сегодня, завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, через год. За все отрицание Холокоста я пишу несколько лет. Последние правки я туда вносил, по-моему, несколько недель назад. Хотя она признана избранной в 2010. Так что здесь нет предела совершенства, а начать надо с заготовки. Это называется заготовка. Но она уже стоит в основном в пространстве, как статья. И уже кто-то может прийти и улучшить. В русской Википедии в 30% случаев кто-то сразу придет и что-то нам улучшит. В маленькой заготовочке. Но у нас такого не будет. Белорусской? Нет, так не только белорусской, а потому что со штуки в твоей зонке-тематике, а она будет такая там самоспециалистка. Точно не надо. Ну, да, я понимаю, что если там о древних культурах речь. Почему стражить на цивилизации? Ну, скажу, в русской на самом деле бы кто-то что-то подправил. В русской бы подправил. У нас, надеянное, это мало. Там у нас ребят, которые занимаются античной стучей. Если у нас, правда, вот скажем, я была бы в Вильмиро, так как кто-то не воспроизвил ангельскую перекладовну белорусскую, да и все, потому что есть в Вильмиро добрый арток. Но это, как это сказать, вот это не самообразование. Это не самообразование. Перевод в одно ухо влетел, а в другое улетел. Понятно, что человек читает, когда он переводит, он думает там правильно и так далее. Это лучше, чем ничего. Но когда он сам перерабатывает источники, это гораздо лучше. Это мега-задача, похоже, что на Крихоиньше. У меня это не эдукация людей, а створение белорусской интеллектуальной просторы. Для этого достаточно переводов. На мою думу, как раз вот Википедия, похоже, что вот самая лепшая простора. Конечно, потому что там свобода. Так, и там, ну, ясно, что мы, конечно, будем, ну, Рома Стояр, так вот эти будем, потому что я была бы в Вильмиро, как кто-нибудь просто бы, она перекладала там целую кучу. Ну, я могу, я могу просто, значит, еще раз, просто определитесь, в какой раздел вы пойдете. Я просто, ну, дам вам контакты, просто сегодня ребята, к сожалению, прийти не смогли. Есть несколько активных участников, я знаю, и в Тарашкевице. А, Абуд? В Тарашкевице или... А это Абуд? Там, значит, и тех, и других. Значит, есть активные ребята с, ну, обычно, самые активные участники, они там с флагами администраторов уже ходят, значит, есть, будут очень рады. То есть, поверьте, что в белорусских разделах каждый новый участник, который что-то научное пишет, просто на вес зоны. Вас там будут на руках носить. Помогать изо всех сетей. То есть, как бы, вот тут надо понять, да. То есть, у нас не было глядя на конкурентов, а типа, ну, вот... Конечно. Нет, это же, как уходили, было бы, и не думали, как были конкуренты. Это была бы такая счастливая, как были конкуренты. А тут, опять вот, игрочка... Какая? В Википедии нет конкуренции, забудьте. В Википедии нет конкуренции. Это не кишись, парень. Парень, а ты, как бы, да, набирай, набирай. Хотя бывает иногда, вот гад, а он уже создал статью, а я собирался... Да, да, вот так. Так приди и улучшай, вместе с ним. То есть, ну, как это сказать, есть такая вот авторская штучка, типа, я создал статью. Но это же не значит, ну, я создал, я написал два абзаца, потом пришел кто-то, написал 10 абзацев, кто из нас автор. Но считается, что вот если человек создал статью, вот сколько вы статей там создали за последние полгода. Столько-то. Ну, это так. Это все пузомерки, на самом деле. Ерунда. У меня 100 тысяч правок, ну и что. Значит, что, знаешь, я самый лучший автор Википедии? Нет, я просто опытный. Так, ну хорошо, наверное, уже надо вас отпускать, Марк. Да. Вы там, если сказали, что там еще там техничные заняты хотели... Ну, это зависит от... А просто, ну, есть такая вещь, что это, как бы, шматы знаков, кто собирается, как бы, писать артикулы, да, открывать. Мы же вытушим на эти самые артисты, как бы... Я много раз предлагал сделать чуть ли не курс, в общем-то, все зависит от руководства университета. Если руководство университета готово, то можно целый курс. Спасибо.